Дополнительный выходной, а болгары за право сыграть в 1-4 еще провели дополнительный матч со сборной Эстонии. Ну и получилось так, что первая партия как раз и ушла для нашей команды на раскачку. Подскажи, Таня, слово лучше, что тему футболки не надо поднимать. Наши ребята нашли свою игру. Немножечко у нас хромал прием, особенно доводка до связующего. Процент был абсолютно невысокий, но при этом зашкаливало показатель атаки с выбитого приема с краю сета. Наши крайние нападающие, Тарас Втей, Денис Бирюков, сыграли выше всяких похвал. Если Тарас всю игру провел на одном дыхании, фактически вел с собой команду, то у Дениса были перепады. Но тем не менее, во всем настрое нашей команде виделось и чувствовалось, что наша сборная готова оказать самое мощное сопротивление своим принципиальным соперникам сборной Болгарии. Еще раз отмечаем характер нашей команды. Сумели собраться, сумели забыть неудачную первую партию. И прекрасное руководство Владимира Олегна. Очень четкие указания на тайм-аутах. Все по делу, все очень грамотно. И тон общения с командой, он, конечно, не может не вызывать уважения. Но теперь давайте посмотрим, с кем мы играем. Сборная Сербии очень серьезный соперник. И сербы за право играть в полуфинале встречались с французами. Ну и в отличие от относительно легкого матча сборной России против сборной Болгарии, у сербов получилось настоящее рубище. Мало того, что команды сыграли со счетом 3-1, так и счет еще в первой партии, итоговой был 32-30. Команды бились не на жизнь, а на смерть. И вот буквально на зубах у сербов получилось выцарапать эту первую партию. Здесь, пожалуй, стоит сказать о том, что в сборной Сербии отсутствует травмированный Янич. Нет привычного для всех связующего Горбыча, который был многие турниры и много лет был капитаном сборной. Но зато есть Милькович, который по-прежнему лидер, который больше всех забивает. И, в общем, это достаточно серьезный соперник, действительно, который достоин полуфинала. Ну, игра выдалась и тяжелой, и немножечко такой нервной для команд. Последнюю партию 26-24, вот еще одна напряженная концовка была у сборной Сербии. Ну, не знаю, как вот такие напряженные концовки повлияют на игру команды в сегодняшнем матче. Но то, что разминка была боем, это, конечно, не факт. Не надо забывать, что сербы перешли нам дорогу на чемпионате мира. И я думаю, сегодня у нашей сборной есть шанс отомстить. Но, вы знаете, сегодня уже произошло очень такое неординарное событие. У нас Дмитрий Мусырский разминается в майке Тарас Ахте за нашими спинами. Сейчас как раз идет подготовка команд к игре. И вот почему так случилось, мы хотим спросить у Александра Аксенова, который работает рядом с площадкой. Спасибо, коллеги. Приветствуем всех любителей волейбола. Я думаю, что темы футболки Ти и Дмитрия Мусырского мы отсутим чуть позже, после игры. Спросим лично у Дмитрия, что же случилось. Мы находимся в непосредственной близости рядом с кортом. В непосредственной близости мы уже от полуфинала чемпионата Европы. Рядом со мной Дмитрий Щербинин. Это центральный нападающий сборной России. Дим, ну, во-первых, первый вопрос такой. Сербы – это та команда, которая очень неприятно с нами поступила в прошлом году на чемпионате мира. Обидели нас. Есть какие-то реваншистские настроения? Ну, конечно, хочется отомстить за тот год. Но сейчас новая команда, новый тренер. Мы хорошо подготовились к игре, разобрали всех игроков. Мы вчера прилетели, привели опробование в зале. Сегодня с утра потренировались. И мы готовы к игре. Сербия с Николой Горбичем и без Николы Горбича – это разные команды? Я думаю, это очень разные команды, потому что Николай Горбич – это великий пасующий. Он показал это. Он очень много выиграл титулов. Он очень хорошо пасует. И без него, я думаю, Серба по-другому совсем будет строить свою игру. То есть, получается, что отсутствие вот этого пасующего – это на руку. Мы понимаем, что Сербия по сравнению с предыдущим годом стала слабее. Я не скажу, что слабее. Мы сейчас смотрели видео. Команда тоже очень хорошая. Очень хорошие игроки. Очень тактическая игра. И поэтому сегодня сами все увидим. Предсказывать нельзя, потому что неизвестно, как что-то получится. Мы верим в команду, верим в ребят и будем болеть за них. За исключением нахождения на площадке Ивана Милковича. В чем еще сильные стороны этого коллектива в нынешнем состоянии? Эта команда очень много играет первым темпом. Когда есть доводка, они практически весь ян держат через него. А при аварийной ситуации пасуется Милковичу или в четвертую зону. В сборной России впервые сыграют на этой арене, на этом чемпионате Европы. Специфика зала. Говорили о том, что в Карлах-Ларах не очень удобное освещение, не совсем удобный пол, потому что скользко там бывает. Что здесь? В чем, так сказать, как я уже говорил, специфика? Здесь тоже есть своя особность. При линии подачи лампочка прям светит. То есть неудобный подброс. Еще полы с подогревом, потому что я встречаю это впервые. А так, в принципе, зал хороший, большой, вмещает много зрителей. Как бы вчера все потренировались, всем более-менее понравились, но немного душно. И сейчас будем привыкать и посмотрим, как тут произойдет и камера. Последний вопрос. За час до ЭП, как правило, бывает такое мини-собрание. Да, Владимир Романович Олег, на чем говорил, на чем заостряло внимание? Мы повторили всю тактику, рассказал, кто куда бьет. Сказал, что мне нужно холоднокровие и волейбольная агрессивность. И все, мы крикнули, и Владимир Романович ушел, и мы пошли из-за нас. Спасибо большое, Дима. Дмитрий Щербинин за 10 минут до начала полуфинального матча России-Сербии. Передаем слово студии. Ну что ж, спасибо Дмитрию. Но как бы то ни было, мне кажется, что в первую очередь исход сегодняшнего матча будет зависеть исключительно от игры нашей сборной. Потому что потенциал у нашей молодой команды, которую собрал Владимир Романович Олег к этому чемпионату, он колоссальный. И, конечно, главное самим сыграть в свою игру, и, мне кажется, тогда все получится. Главное хорошо настроиться. Сегодня Олег отказался давать интервью, причем совершенно вежливым образом это объяснил. И сказал, что, пожалуйста, не нужно беспокоить кого-то из игроков. Вот сейчас вы видите, как сборная России приехала сюда, в штат Хали. Очень собранное, хорошее настроение у ребят. Но видно, на какую встречу они приехали, и видно, насколько команда действительно подготовлена. Я думаю, что сербов мы прекрасно знаем, мы разобрали. У нас большой штат статистиков. У нас есть те, кто помогает Олегу для того, чтобы перестроить какие-то моменты. Вот в последнем в зал входит Дмитрий Мусырский. По игрокам даже понятно, все идут с наушниками, все слушают какую-то музыку. Каждый по-своему, индивидуально настраивается на эту игру. Но в итоге на площадке мы должны сегодня видеть нашу боевую команду, за которой мы все болеем. А пока у нас на площадке разминаются по-прежнему два капитана. Дмитрию Мусырскому, правда, сейчас приклеили единичку. Он у нас теперь 14-й номер, но к игре наверняка что-то изменится. Тем временем у нас первый полуфинал состоялся. Италия уже закончила свою игру с Польшей. И давайте немножко поговорим о том, как это было. Потому как итальянцы уже отдыхают в ожидании своего соперника по финалу Евро. Ну, итоговый результат, наверное, уже ни для кого не является секретом. Сборная Италии со счетом 3-0 обыграла поляков. И, к сожалению, в сборной Польши сегодня не сыграли главные лидеры. Это, конечно, Бартыш Курок, основная ударная сила команды. Игрок, который не раз показывал, что один на своем горбе, как говорится, может вытягивать игры. Но сегодня был явно не день Курока. Но без него, на мой исключительный взгляд, сборной Польши, конечно, очень тяжело бороться. Особенно, если остальные игроки не особо помогают. Итальянцы переиграли своих соперников на блоке, переиграли в ведении игры. Травец, хоть и авантюрно пасовал в некоторых случаях, но это приносило свои плоды. И очень классный матч провел Ласко, забил все, что ему дали, прекрасно подавал на вылет. Поляки не могли справиться с приемом. И вот чувствовалась такая атмосфера на площадке, что ничего уже произойти не может. Поляки, хоть и пытались изо всех сил переломить ход этой встречи, но не было видно, за счет чего они это могут сделать. Итальянцы были сильнее во всех компонентах. Но я не могу не отметить очень грамотный разбор сборной Италии своих соперников. Досконально, что они наглухо закрыли Новаковского, игрока первого темпа, который на протяжении всего этого турнира показывал абсолютно запредельные показатели в нападении. Забивал фактически все, что ему давалось. Есть единичные случаи, когда его накрывали, и очень здорово играл на блоке. Так вот, итальянцы сегодня полностью нейтрализовали этого основного первого темпа, и в итоге он оказался на скамейке запасных. Совсем недавно закончилась пресс-конференция, и капитан сборной Польши Петр Грушко сказал, что мы ничего не могли поделать, мы будем готовиться завтра к бронзовому матчу. И когда Андрею Настазе задали вопрос журналисты, не кажется ли вам, что игра в трех городах на одном чемпионате Европы повлияла вот на такой полуфинал в вашем исполнении? Он говорит, вы знаете, я даже не задумывался об этом, я сейчас думаю только о том, насколько плохо мы сегодня сыграли. Но у нас есть еще впечатление одного участника матча, который, я думаю, интересен всем болельщикам сборной России, ну и, естественно, сборной Италии. Матча сборной России удалось увидеть на этом чемпионате Европы? Нет, не смотрели, потому что они были в Чехии, мы были все время здесь, в Австрии, так что не удалось, только по телевизору иногда так проскаткивали. И сейчас постараемся посмотреть эту игру, так что, потому что они фавориты, фавориты. Остаетесь на мальчике, даже живые смотреть? Не знаю, наверное, по телевизору в отеле будем смотреть, потому что отдыхать будем, подготавливаться к завтрашнему. Да, ну и кто, Россия или Сербия? Думаю, что Россия. Окей, спасибо, увидимся. Ну что ж, это было интервью Ивана Зайцева. И, как мне кажется, уже все о том, как добрались команды до этого полуфинала, о том, как они готовы, уже сказано. И буквально через несколько мгновений за нашими спинами с Татьяной начнется самый интереснейший матч. Мы все действительно очень волнуемся, действительно очень переживаем за нашу команду. Да, с одной стороны, мы являемся явными фаворитами этого турнира, но с другой стороны, чемпионат Европы, и каждый матч, особенно с такими командами, как Сербия, это новые испытания, новый шаг вперед или шаг назад. И мы очень надеемся, что сегодня наша сборная сможет сделать этот шаг, но только вперед. Серьезное испытание для сборной России, но если мы будем играть так, как раньше, то будет здорово, а если еще исключим свои ошибки, то обязательно выиграем. Ну что ж, пожелаем удачи нашей сборной, пожелаем удачи всем нашим ребятам, тренерам, руководству, и давайте потихонечку уже отправляться на спортивную арену. Все готовы для того, чтобы посмотреть и прокомментировать этот матч, и Алексей Мельников начнет для вас работать, комментировать матч сборной России и сборной Сербии. Здравствуйте всем еще раз. Венский штат Халле приветствует всех зрителей канала Спорт Плюс. До начала матча полуфинала чемпионата Европы по волейболу России и Сербии остаются где-то минут шесть. Сейчас официально команды выйдут на площадку, мы послушаем гимны, ну а вы видели, наверное, здесь огромные-огромные портреты, висят на арене портреты героев Международной Федерации волейбола, в числе которых наш Максим Михайлов, главный бомбардир нашей команды. Вот смотрим на полные составы и потом, естественно, на шестерки. Но, как уже сказали и мои коллеги, и Дмитрий Щербинин в интервью перед матчем, Сербия без Николы Горбича и с ним это две большие разницы. Да, Сербия бронзовый призер чемпионата мира, да, действительно, в прошлом году эта команда не дала нашим ребятам пройти полфинал чемпионата мира и вот Никола Горбич был действительно одним из героев этой сборной и так красиво он попрощался с национальной командой именно на чемпионате мира, получая бронзовую медаль, но, в общем, не скрывал слез радости. От той великой сербской команды, которая еще выиграла Олимпиаду 2000, кстати, вот тоже небольшой зубик на них еще откуда у нас, остался нынешний капитан команды Иван Гилькович. Вот, собственно, и все. С другой стороны, у нас, у нас с тех пор не осталось никого, но но сначала слушаем гимны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он заработал 26 очков В атаке, Обинтересный, Бабло Почти 30 лет за 4 сента Ну помогали ему 17 очков Николай Калачевич Милаш Никич Второй доигровщик Семь очков В центре Сталкович Девять И Марк Podraskan Десять Ну вот, шестерка, в принципе, та же самая, и выходит на площадку под номерами, соответственно, 1 Никола Ковачевич, связка Влада Петкович, номер 5, 7 Драгон Станкович, 10 Милыш Никич, 14 Иван Мелькович, 17 Марк Петросканин, Никола Росич, номер 19 Либерокоманды и наставник Игорь Ковакович. И ждем появления на площадке команды сборной России. Болельщики разминаются, готовятся приветствовать своих кумиров. Под третьим номером выходит Николай Апаликов, под четвертым Тарас Хтей, под пятым Сергей Гранкин, под восьмым Бирюков. Под семнадцатым номером Максим Михайлов. И под номером восемнадцать Александр Волков. У нас одно изменение в стартовом составе. Либерокоманды номер девять Александр Соколов и главный тренер Владимир Олегов. Изменение заключается в том, что вместо Дмитрия Мусырского начинает матч Николая Апаликов. То ли это конкретная установка против сербов, но с другой стороны Апаликов заслужил место в составе своими великолепными выигрышами. Помните, с португальцами у Мусырского явно был не его день. Как здорово вошел Николай? Абсолютно с тобой, Алексей, согласен. И Дмитрий, при том, что он является, безусловно, высококлассным игроком и хорошо проводит этот турнир. Другой вопрос, что проверить возможности Дмитрия в боевых условиях. Матч со сборной Чехии выходил Апаликов. Матч со сборной Болгарии Мусырский отыграл до конца. Но сказать, что это был какой-то выдающийся матч в исполнении Дмитрия, мы тоже, наверное, не можем. На самом деле, помнишь, мы отмечали оба центра, сыграли великолепно. По эффективности атак у нас действительно получается, что из 13 атак 85%, показатель это очень хорошо. 11 мячей он заработал в нападении, всего 14 очков. При этом на подаче он совершил 7 ошибок за 4 партии, очень много. Вот этот, к сожалению, компонент, о котором мы говорили, в принципе, весь первый сет матча с Болгарией. У нас было 9 ошибок на подаче, 9 очков просто так подарили. И вот в этом, естественно, нужно добавить сборной. Есть, наверное, определенная проблема все-таки с тем, что мы начинаем в этом зале, проводим первый официальный матч, а серба тут играет с самого-самого начала. У меня вот еще есть мысль, я не знаю, насколько, скажем так, неудачной подачи Дмитрия Мусырского мог повлиять на решение Олега на поставить в стартовом сете Апаликова. Но все отмечали, специалисты, тренеры, игроки, что сербы, и у нас Дмитрий Щербин в своем интервью перед матчем, говорил, что сербы очень любят играть первым темпом. Возможно, замена Апаликова на Мусырского, это как раз говорит о том, что Апаликова более сильно блокирующий, и вот в этом матче именно на блоке, не в нападении, а на блоке, сможет нашей команде помочь больше, чем Мусырский, потому что крайне наши нападающие, и судя по последней игре, конечно, полностью справляются со своей нагрузкой, а не хватает именно блока в центре. Возможно, это связано с этим. Мы посмотрим, на самом деле, может быть, просто Дим сегодня прихворал немножко, так что это лишь наши догадки, размышления. В любом случае, начинается матч за счет 2-1, подача Мильковича. Серба форта лидирует, у нас атакует Михайлов, великолепный 2-2. Но для меня, на самом деле, меня терзает ожидание того, что вот в этом новом, вроде бы, зале, но, который гораздо больше и комфортнее, судя по отзывам игроков, чем Карловарская КВ-арена, так вот, что в этом зале, наконец-то, у нашей команды полетит подача. А почему? Во-первых, многие игроки, там, или большинство, неважно, как сказать, играют в казанском «Зените», соответственно, привыкли играть в баскетболе на огромной арене. Да и большинство российских игроков привыкли именно к большим залам. А арена в Карловых Варах была все-таки немножечко маловато и неудобно. Может быть, вот попав сейчас вот в эти классические волейбольные обстоятельства, в лучший зал, наши ребята, наконец-таки, смогут полностью раскрыться именно на подаче. А подачи нам пока не хватает. Вот пока Гранкин задействует исключительно крайних нападающих. Помните, с болгарами мы фактически переломили вот этого матча. Во втором сете в начале шесть подряд атак в центре. И Волков отметился, и Мусырский, и, ну, я уверен, что и до них сегодня дойдет дело. Но пока начало матча более надежная, может быть, атака через край. Михайлову подачка хороша. Достаем, достаем мячик. Здорово, ребята, здорово. Хтей перебросил. И еще одно спасение. Блестящее. Здорово, Соколов. Ну, забить сейчас еще. Тарас. Подстраховали. И тут можно спокойную атаку классическую сделать. Сербы не отстают. Эх, так же обидно, что такой долгий, красивый розыгрыш заканчивается такой невнятной атакой, да еще и не в нашу пользу. Ну, вот какое было спасение. Блестяще, блестяще наши игроки отработали этот розыгрыш на задней линии. Соперники достойны друг друга, действительно. Смотрите, от троса мяч перевалился на нашу сторону. Даже не по блоку чертил, а по тросу. Ну, вы сразу почувствовали эмоциональный настрой и трибун тоже, да, и какая бурная реакция. Поляки остались, в общем, их знамена еще тут реют, хотя не гордо, а так немножко грустно. На пресс-конференции ты смотрел, о чем-то с грушкой пообщался, и что он тебе интересного рассказал? Да, ну, грушка много, что он мне интересного сказал, на самом деле, но это такая информация все-таки глубоко такая внутрикомандная. Ну, конечно, они очень разочарованы поражением, разочарованы сами игроки тем, что все-таки лидеры команды, в первую очередь, конечно. Основной доигровщик Барта Шкурок не сыграл сегодня свою игру. Ничто вроде бы не предвещало того, что сегодня он может провалить, но его, конечно, очень не хватало. Но что делать? Они, конечно, всеми мыслями на самом деле думают о Олимпиаде. Петр Грушка сказал, что мы с ним вместе еще в свое время играли, он сказал, говорит, Володя, ну вот смотри, говорит, я уже весь разваливаюсь, говорит, все болит, говорит, ну так, говорит, мне хочется попасть на эти Олимпийские игры в Лондон, что бьемся, бьемся уже, вроде уже заканчивать пора, а все никак не можем успокоиться. То есть настоящие спортсмены, вот так в хорошем смысле этого слова, поэтому в любом случае пожелаем полякам удачи в дальнейшем от попадания на Олимпийские игры. Ну а сейчас, смотрите, здорово, доигровка в центре сразу, вот и мы опережаем. Два блока пытаются стеречь Волкова, но Гранкин быстрее. Ну и Волков хорош встык забивает на игрные комбинации зоны. В первом полуфинале, вот мы с Татьяной обращали внимание, что связка итальянская, Драгон травится, какие-то передачи отдавал иногда, ну, прямо скажем, авантюрная, но все время старался нагнетать темп. Ну, я с тобой согласен, тут есть немножко другой момент, мы не знаем изначальную базовую установку для команды, то есть, грубо говоря, если тренер говорит, заиграть первые темпы по максимуму, то даже если для того же Сергея Гранкина будет отведенный прием на третий метр, он все будет стараться пасовать к первому темпу. А нам со стороны будет казаться, что это авантюра, а на самом деле просто четкое выполнение установки. Поэтому здесь, безусловно, это и авантюра, но и блестящая игра. Заигрывка великолепна, опять же, через центр, и 8-5 уже сборная России лидирует к первому техническому перерыву. Давайте попробуем послушать тайм-аут, тут вроде бы обоих тренеров дают. Ну, наверное, на втором техническом. Тут пока, да, начнут солидные, тогда мы услышим какие-то его установки, и пока только на финальное хей успели. Настрой хороший, и вот Сихна сейчас Гранкин явно выполняет установки тренеров, доигровки максимально, быстро эти действия. Вот съем мы держим с края в основном, не зря все первые мячи отметили, что мы не играем первым темпом. Он заиграл сначала у нас крайних нападающих, заставил центры сербские бегать в край, а потом уже добавил передачи первым темпом именно в доигровках. Очень красивый был момент, когда Михаил без блока остался. Волков очень неплохо, Петкович только снизу пасовал. Отличный блок, тройной блок сборной России. Гранки, Напаликов, Ихтей. Зарабатывает девятое очко, и отставание сборной Сербии от нашей команды составляет уже четыре очка. Да, очень здорово проводят этот отрезок наши ребята. Александр Уолков. Пока такое ощущение, что все-таки нашим здесь подавать удобнее. Смотрите, еще один выбитый прием, атаки вообще у сербов не будет. И Милькович совершает детскую ошибку, одной рукой пытался перебрасывать. И угодил верхний трос. Так, немножко непрофессионально, конечно, смотрите, можно было спокойно двумя руками играть. Но пытался обострить. В итоге ошибка, и Калакович берет тайм-аут. Счет 5-10 от сербов. Соответственно, их первый перерыв. Ну, прям скажем, группа сербам досталась очень легкая. И, естественно, они ее выиграли и прошли без каких-либо осложнений. С французами матч был, в общем, наверное, такой важный и принципиальный. И сербы показали характер. Первый сет был самый, может быть, важный. В 32-30 вырвали концовку. В принципе, третий, четвертый, в третий выступили минимально. 21-23-25 и четвертый, 26-24. Чемпийский матч. Французы тоже, наверное, могли выйти в эту стадию. Ты абсолютно правильно сказал. А мы в студии перед матчем как раз обращали на это внимание, что именно первая партия, но опять, с моей точки зрения, стала ключевой. Просто так выложиться, как выложились французы, и проиграть эту партию, потом очень тяжело собираться. Что в итоге вся игра и показала. Но только на последнюю партию еще хватило задора у сборной Франции. Там тоже они порубились 26-24, но в итоге поражение. И проиграли, в принципе, в основном блок. 6-13, потому что гораздо лучше принимали. Ну, собственно, такой конек французской сборной. А сербы блоком выиграли. Ну и, конечно, Иван Милькович. Если мы закроем его, вот как сразу уже был тройной блок на Мильковича. Отсутствие Мильковича, я имею в виду отсутствие его помощи на площадке для себя команды, это примерно то же самое будет, что мы сегодня видели у поляков. Нет курока, и все. И команда, по сути, рассыпалась. Если тот же кубик, которому надежный забивальщик. Вот если Милькович выпадет сегодня из игры, то нам будет, конечно, нагло упроще. Это и так понятно. Хти забивает на двойном блоке. 12-7, 5 очков. Разница сохраняется. Тарас Хти, капитан команды. Накрываем двойным блоком Мильковича, Бирюков и Апаликов. Вот как раз та замена, которая была сделана Олеговна, появление Апаликова. Пока только со знаком плюс этот парень отрабатывает в центре сетки. Опять выбитый прием, даже Милькович вынужден пасовать. Но вот тут надо, да. Такую скидку мы достанем, если не коснемся сетки. Да, обидно. Николай Ковачевич практически просто нам подарил мяч. И мы уже этот шанс упустили. И чуть-чуть аккуратнее надо. Показывает нам Дмитрий Мусырского, который так задумчиво стоит пока на скамейке запасных. Вообще такую картину Мусырский в квадрате не часто увидишь. Но в этом матче пока так. Ну и, кстати говоря, обращают внимание, знаете, что еще? Что все фактически наши игроки стоят в квадрате, разминаются без спортивных кофт вот этих теплых. То есть все в майках, в трусах, готовы в любой момент выйти на площадку. До этого, Алексей, с тобой в Карловых Варах такого не наблюдали. То есть действительно, в каждых таких мелочах, в каждом действии мы видим, насколько высока значимость этого матча. И как ребята сконцентрированы на нем. Но еще вспомни, что в Варах все-таки ты стоишь, а под паркетом лед. Тоже, да, безусловно, это да. Этот зал гораздо удобнее, гораздо приятнее и, собственно, и наблюдать, и играть. Единственное, что вот была бы комментаторская позиция где-нибудь пониже к площадке, как в Варах. Но, в принципе, все равно даже в этом зале мы так, ну, достаточно высоко. Почти на верхнем ярусе перегон мы располагаемся. Да, сейчас можно было и сохранить, конечно. Да, срезался мяч с рук Сергея Гранкина. Не сильная была атака. И Никола Ковачевич наполняет подачу. Игрок Нижегородской губернии в новом сезоне. Ковачевич? Да. Ну, кстати, вот, прям, скажем, посмотрев на фамилии двух доигровщиков, которые в сербской сборной сейчас, понимаешь, что, да, команда все-таки потихонечку проседает. Они не столь известные. Ну, Никич уже, да, играл. За состав на прошлогоднем чемпионате мира. Ну, Алексей Аткани, как Янич и Ковачевич провели вот тот самый важный матч против сборной России. Они фактически все позабивали. Конечно, мы с тобой еще тогда комментировали этот матч и говорили, что заслуга, конечно, Горбича в том, что его доигровщики так играют. Но, тем не менее, если эти игроки сами по себе не самые звездные, не самые классные попадают в нужный антураж, к связующему, там, к команде и так далее, то они могут быть серьезно такой угрозной силой. Никич забивает, и разница сокращается до трех мячей. 12-15, сербы на подачу Горбасканина. Ну, на одном ноге... Конечно, ребята там разбираются, сербские. Но наши центральные пока вынуждены в полную силу подниматься с первым темпом. И у нас снова Макс Михайлов встал в прием. И ошибка. При атаке сзади линии. Вот как-то так, знаете, очень мы быстренько и незаметно растеряли, ну, почти полностью растеряли наше преимущество. И доводка-то пока есть. Знаете, по сравнению с тем же матчем с Болгарией, конечно, мы потом посмотрим статистику профессиональную, но пока визуально мы принимаем. Послушаем перерыв. Олег на Вене гораздо более эмоциональный. Он тоже набирает нерв такой и ощущает важность этого матча. Мы помним, как даже с Болгарами очень спокойно он говорит, наверное, осознавая, что должны мы их обыграть в любом состоянии. Здесь уже еще более важная стадия и чуть-чуть нервозность, наверное, ощущается. Ты правильно отметил этот момент. Действительно, вот есть игры, в которых, несмотря на плохую игру команды, надо выдержать просто полное спокойствие. И это спокойствие вселить в игроков. А есть такие матчи, когда наоборот нужно, пусть даже и заведенных игроков, еще сильнее взбодрить там или накрутить там, или дать понять, что все, шутки кончились. Здесь надо выкладываться по полной и добавлять. Вот, видимо, сегодня именно такой матч с точки зрения Олега. И вот Митич, между прочим, на организованном блоке атаковал Гранкин и Волков. А уж эти блокирующие чувствуют себя очень хорошо. Ну, понятно, стараются использовать сейчас руки Сергея Гранкина, относительно его невысокий блок с краю сетки. Сердки связующие, поэтому большинство атак идет через Митича. Не потому, что он сильнейший, а потому, что считают сербы, что через Гранкина легче будет нападать. Вот, как неожиданно мяч отскочил от блока в голову Макса Михайлова и на сторону сербу. Кстати, вот мне даже в какой-то мере удивительно, но помнишь, раньше большинство доигровок, ну, 90% на Мильковича. А сейчас что творит Клада Петкович? Он как бы забыл о Мильковиче, просто так мы дважды его закрыли. Ну, конечно, Мильковича мы ждем. Мы ждем Мильковича и ждем игры первым темпом. Крайние нападающие, но уже постольку-постольку. Ну и вот 15-16, что-то всего лишь одно очко преимущества нашей команды. Сербы очень-очень-очень собрались. Ну, Милькович и Калачевич небольшие ребята, 133-194 сантиметра. Пока подходят эти скоростные передачи на них, разорванный блок. Наверное, в концовке только Петкович вернется к самому главному своему бомбардиру. Ну, вот до этой концовке хорошо бы прицел с каким-то запасом. Однозначно, Милькович все самые тяжелые и важные мячи будет забивать. Будет получать передачу и будет отковать. Отскок не в нашу пользу. Достает Бирюков. Михайлов не забивает пока. Достаем от Мильковича. Кхтей. Браво, Тарас. Тарас продолжает оставаться одним из самых надежных игроков на площадке сборной России. Вот пока Макса Михайлову прихватили, скидки его достают. Подчехлили так Максика пока соперники. Ахтей надежен. Сергей Гранкин, планер в прыжке. Ох, и достать. Опять же готово к атаке Мильковича. По крайней мере смягчаем. И замена на подачу. Выходит Милан Рашич. Вместо Драгона Станковича. Здорово, конечно, Бирюков здесь бежал. Немного, совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за этот мяч. И подразчанин накрывает Апаликова. Один в один. И счет сравнялся в первой партии. 18-18. Стоит, ждет. Смотрите, сразу по вылету мяча поднимается с нашим центральным. И, к сожалению, не оставил Николаю никакого шанса. И вот она замена. Дмитрий Мусырский возвращается на свою позицию у сборной России. Дернул руками Бирюков на приеме. Переходящий мяч. И сербы выходят вперед. 19-18. Гранкин был задней линией. Ничего сделать в этой ситуации, естественно, не мог. Знаешь, у меня все-таки такое ощущение, что на гимны Мусырский выходил еще не в своей мае. А вот сейчас ее привезли. Ну все, мяч ушел в аут. Может быть, вот эта оплошность, заминка стала... Ну, привела к этому вынужденному решению. Стала причиной того, что в старте он начинал не Мусырский. То есть, в принципе, шестерки доверяет же, Олег, стабильно. Мы видим, что она начинает всегда. Возможно, но, как ты правильно сказал, нам остается только гадать. Мы не знаем действительно причину. Мы можем отстроить предположения, анализировать статистику, еще что-то. Ну, опять-таки, все вернулось на круги своя. Дмитрий Мусырский на площадке. Обидно, что так здорово начали. А сейчас, фактически, концовка у нас при равном счете. И вот, как работал Мильдович. С первой по первой подавал в разрез между Хтеем. И вот, смотрите, вот с одной стороны, конечно, вроде как Либера должен больше на себя брать. Но с другой стороны, Тарасу было удобнее этот мяч обрабатывать, потому что налетел ему фактически в руки. И вот сейчас, да, видите, показывает Соколов, чтобы Хтеем стало немножко ближе, и такого разрыва не было большого. Послушаем перерыв Олег Манг. Вот сейчас, ребят, просто рискует. То же самое и нам нужно сделать. Только если все на верху, черт, поувереннее. Окей? Пацанята, давай, давай. Давай, давай. Прозвучала коронная пацанята. Ну, видите, он призывает к риску. Не бояться рисковать, как это делают сейчас сербы. Ну, да, только единственное, что не надо терять голову и не надо терять высоту. Потому что начнем ломиться под себя и будем приходить сейчас в руки этих невысоких блокирующих, которые стоят на стороне соперника. Я говорю обо всех, кроме, конечно, центральных, и Мильдович. Ну, да, Мильдовича сзади, и поэтому расстановка очень удобна у нас для блока. Ну, вот все отлично. Разорванный блок там на... Связующим на Петковича можно спокойно, уверенно забивать. Особо не задумываясь. Президент ЯКВ здесь на матче, ну, естественно. Главное соревнование футегида ЯКВ от Европы. Эх, забивать надо! Браво! А, ну, наконец-то! Первый мяч немножко небрежно мы обработали. У меня уже сердце замерло, что мы его можем проиграть. Вот со второй попытки забиваем. 21-21. И вот на концовке первой партии. Самые ответственные, самые важные мячи. Абсолютно равный счет, абсолютно равная борьба. И Дмитрий Мусырский у нас. Ой, далеко. Шестой номер. Тержич. Вместо Никола Ковачевича на подачу. Тренер сборной Сербии именно усиление подачи ищет. Козырь в Тарасах те не доводит. Бирюков молодец, молодец, Денис. Сейчас правильно через Маленького, через Петковича он прорубается. И за блоками, естественно, огромное свободное пространство. Защитник сзади страхует там на девятом метре, но и скидка по бокам. Равный счет снова. И что ж, вторая неподача у нас подряд. Наши тоже рискуют. Была уже такая у нас игра, как вы помните, как раз о сборной Болгарии, когда у нашей команды была ословка рисковать. И в начале игры не справлялись мы с установкой тренера. Еще одна замена на переднюю линию вместо маленького связующего Петковича находит Михаил Митич. Под одиннадцатым номером, 2-0-1 у парня. 21 год. Ну, усиление блока вполне логично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! И Владимир Олег не еще раз останавливает выиграть. Я вижу, что внутри. Знаете, куража нет. Сами не верите, что можем, блядь, вели 6 ночей. Не верите, что можем выиграть. Ходите, смотрите только друг друга на меня. Нечего туда, туда надо смотреть. И мы играем в полуфинал. Они не отдадут. Они куражатся. Мы играем в правильный волейбол. Оставьте сейчас все, блядь, все правильно это. Получите хотя бы удовольствие от этого. Понимаете? А у вас следная грома стоит. Дальше, блядь, как мужики выходите. Ну, вот уже так пожестче проводят тайм-ауты Владимира Олегна. Слышали вы все, что он сказал со своим игрокам? Ну, насчет поража, действительно, сербы всегда от этим и отличаются. И я помню Олимпиаду в Сиднее, которые вроде тоже... Наши выходили вообще уже поуверенные, что дали у нас. Потому что сербы грохнули в основных конкурентов. Дали иму кураже, братья Горбичи и тот же Мелькович. У нас выиграли. Но ребятам эмоции. Согласен, что надо добавить эмоции. Даже по картинке, которую мы видим, и на экране, и просто вживую. Видно, что немножечко куража бы сейчас добавить. И все может очень хорошо быть. И смотрите, какая замена. Жигалов появляется на площадке вместо Гранкина. Молодой игрок. Это его дебют, если я не ошибаюсь. Это чертиловый. Он выходил уже. Был уже момент? Да. Но, тем не менее, скажем так, что дебют в таком важном матче, как... С техами он выходил. Да. Никич забивает, к сожалению, на Волкове и Жигалове. И первая партия остается за нашими соперниками. 25-23. Пока сборная России уступила первый сет. В самой концовке до счета 21-21 была абсолютно равная игра. Был провал у нас во второй половине первой партии. Где-то после счета 16. И потом после счета 21. Один раз не снялись. Неудачная скидка. И уже было не достать. Да. Самое обидное, что очень здорово начинали. Вели 10-5. Был отличный отрыв. Вот тут нам показывают. И, собственно, мы с вами наблюдаем и сербских болельщиков, которые шумят почти как поляки. Единственных чуть поменьше. Мы пока наблюдаем самые красивые моменты, наверное, и статистика общая. Потом и несут профессиональную. Итак, смотрим. Практически все поровну. Что атака, что там. Ну, на один на их больше. Ну, в общем, да. Ну, еще вот, Алексей. Сотный прием, кстати, был на самом деле важный. И ошибка, ошибка в концовке тоже очень важна. То есть мы закрывали Мельковича, и они ошибались в самом начале света. А в концовке, где, к сожалению, важнее ситуация, пока у сербов... Почетче, поправеднее, пожестче. У сербов пока сыграли их вот эти невысокие крайние. Вроде бы нам надо прихватывать их, но не получается у наших ребят на блоке разобраться. Очень хорошо отслеживаем первые темпы, но как раз сейчас акценты у сербов с краю сетки. То есть по тактике чуть-чуть сербы сильнее. Но хотя вот что мы сейчас говорим. Тут очень тяжело все это давать какую-то оценку объективную, потому что решилось все в двух мячах. Одна скидка, один из чем, и все могло быть наоборот. Интересно, почему на матче России-Сербии в перерыве поет сербская певица? Вот я тоже очень сильно удивлен. Я так хочу сказать, я надеюсь, что сейчас в следующем перерыве выйдет, я не знаю, если не Алла Бориса Пугачева, то кто-нибудь, кто может завести нашу команду и российских зрителей, которых здесь не меньше, чем сербских на тревогах. Кстати, мелькнул и наш флаг. Не зря мы его повесили на комментаторской позиции. Наша группа, подъехавшая сюда, во главе с Татьяной Грачевой, привезла эту атрибучку. Мы с удовольствием и с гордостью ее здесь повесили. Болеем за наших. И, честно говоря, после матча, после тех матчей, которые мы видели в Карававаре, переезжали в Вену с каким-то очень хорошим, позитивным настроением. Команда прекрасно себя проявила. И на групповой стадии, и в четвертьфинале. Ну вот, следующее испытание. Мы видим, что на матче присутствует руководство Всероссийской Федерации волейбола. Сознал Вальон Шевченко. Александр Михайлович Геременко. Шевченко, помнишь, был счастливый пиджак, в котором девчонки выиграли два чемпионата мира. Наш президент присутствовал на обоих финалах. И в этом пиджаке может быть тоже некая примета. Ну а перерыв немножко затянулся из-за этих песен. И все-таки сет номер два. Смотрим наш состав на вторую партию. Состав традиционно боевой. Хтей и Бирюков 2D-игровщика. Мусерский, Волков, в центре. Михайлов, в диагонали. Гранкен пасует. В сборной Сербии то же самое. Я не вижу, чтобы кто-то поменялся. Первый номер Никола Ковачевич. Пятый номер Влада Петкович. Седьмой Драгон Станкович. Десятый Милош Никитич. Четырнадцатый Иван Милькович. Восемнадцатый Марков Адрасканин. И девятнадцатый Никола Росич. Первое очко за нашими ребятами. Хотя была сложная подача. Гранкен ее принимал. Мы посмотрим на статистику. У статистика очень и очень интересная. У сербов 47% позитивного приема и 21% доводки идеальной. А у сборной России и того хуже. 35% всего лишь позитивного и 20% доводки до связующего идеальной. Это очень мало. Просто даже по картинке опять-таки телевизионной так не смотрелось. Казалось, что мы принимаем лучше. Но статистика удручающая на самом деле. Именно в этом компоненте. Мы проиграли сербам нападение. 56% у сербской сборной. 45% у нашей команды. А блок, один блок у сербов, два у нас. Сербы один раз выиграли очко с подачи. И ошибки соперника. Мы ошиблись чуть больше на два мяча, чем сборная Сербии. Лучший по количеству набранных мячей в сборной Сербии. Вот как раз Никола Ковачевич, крайний нападающий. У него 7 очков. Между прочим, при 78% атак. Это вот этот парень, метр 93, настрелял нам 7 мячей за одну партию. И такой процент показал. Удивительно, что Иван Мелькович даже не второй по результативности, а только третий. И за Никичем. Так что действительно края сыграли. Неожиданно, может быть, даже для наших. При том, что была четкая направленность атак Сербии в четвертьфинале с французами исключительно на Ивана Мельковича. Вот я думаю, неужели это действительно была такая установка Игоря Калаковича, чтобы заиграть не центральных, которых мы, наверное, ждали, судя по тому, как мы поднимались с ними, а именно крайних. Если это так, то, конечно, это такой очень сильный ход-болл. И ход тот, который... Хотя, вот если прием такой был, 21%, ну, о каком первом темпе здесь можно говорить? 21% доводки до связующего. Тут особо первым-то не наиграешься. Это эйс у Дениса Бирюкова. И, кстати, вот тоже вопрос, а смогут ли так эти края сыграть весь матч? Ну, тяжело, тяжело. Опять-таки, если это вынужденная загрузка крайних нападающих, а судя по всему, я думаю, что, скорее всего, это так, что это исключительно вынужденный момент, то нашим блокирующим просто стоит переключиться, потому что подниматься в полную силу с центральными при отсутствии хорошей доводки, ну, это бесполезное и бессмысленное занятие. Как только мы сейчас будем больше перемещаться быстрее в крае, я думаю, что вся атака сербов может закончиться. И вот, смотрите, счет 5-1. То есть мы очень здорово начинаем, так же, как первую партию. Ну, кстати, помнишь, тогда взял Петкович... Калакович взял тайм-аут и при счете 5-10. И, может быть, тогда он изменил этот стратегический план. И вот после этого действительно сербы подтянулись. Мы оказались не готовы к этому, не смогли перестроиться быстро. Опять играют края. Ну, забить спокойно. Ну, что ж такое, не надо суетиться. Подстраховали Тараса. Достают от Михайлова. Ну, Макс как-то раз за разом не может вложиться в удар пока. Вот это хорошо было. Ну, конечно, полез Милаш Никич. Милаш Никич 194 у него. Ну, да, он там на сетке пытается о чем-то вообще с нашими говорить. Алексей, немного вот тут с тобой в этом моменте... Соглашусь. Смотрите, как здорово сейчас Никич играл. Он от тройного блока отыгрывался именно с надеждой на то, что его подстрахуют. Но просто его партнеры не поняли его действия и, в общем-то, не помогли ему. А делал он все правильно. От рук, именно не под себя скидывал, а именно от ладошек наших игроков пытался так отыграться. Закончила серия Дениса Бирюкова. Но был и эйс, были и затруднения. Переходит сербы при счете 2-6. И тут же ошибка. Игра Сканин в сетку подает. И так уходит с площадки. Посмотрите, какой... С каким настроем. И совершенно другой взгляд у Александра Волкова. Наш 18-й номер, тоже центр-блокер. Но только что дракон на плече у него огнем не дышит. Ах, можно было спасти. Трудно, конечно, но... Смягчил блок. Выполнил свою задачу. Заиграли Мусырского. Хотя в непростой ситуации заиграли. И я, честно говоря, был уверен, что Гранкин будет в край писать. Очень далекий был выбитый прием. Но в этом и мастерство Сергея. Отличный блок сейчас тройной. И вот с блоком мы уже несколько очков набрали. Слушаем Олега. Олега нам послушать не дали, к сожалению. Может, теперь танцуют и поют сербские девчонки. Тайм-ауты показывают сербские. Какая-то тут непростая ситуация, мне кажется. Но я с тобой соглашусь. Если музыкальное сопровождение сербские народные песни вживую. Пришла девушка, правда, не знаем, кто это. Но, тем не менее, что-то веселое нам спело. Но, на самом деле, это неважно, если все закончится в нашу пользу. Сейчас отличное начало. Опять партии. Пять ничей ведем, как и в прошлом сете. Нужно только извлечься уроки и не пропустить момент, когда сербовцы переключатся, перейдут на соседние рельсы. Пойдут по другому в стратегическом пути. Поймали же, в принципе, атаку Станковича. Вот, смотрите, повтор. Ну, самое главное, что Дмитрий Войцетов прочитал то, что будет. Понятно, каждый раз не будет хорошего отскока. Никто этого не ждет. Но то, что мы грамотно разобрали в этой ситуации нападающих, это важно. Скидки тут не проходят. Вот пока взаимодействие Михайлова и Сергея Гранкина не впечатляет, скажем так. Непонятно, почему Михайлов раз за разом то сбрасывает, то накатывает, то еще какие-то такие действия делает. Не этого, конечно, ждут от него партнера по команде, и телезрители, и болельщики. Кстати, мы с тобой не отметили. У нас в первом сете самый результативный игрок Бирюков. Шесть очков, пять атак из семи. Тоже прекрасный процент. Семьдесят один плюс один блок. У Макса Михайлова пока сорок процентов. Четыре из десяти. Тарас Ктей. Опять в центре. Вот снова другая, другая стратегическая задумка. Доигровка у нас бестящая. Вот наконец-то Максу нужно несколько раз вот так уверенно, мощно забить, чтобы почувствовать свою игру, и тогда все будет хорошо. Это хороший такой неожиданный ракурс сверху. И очень многое видно расположения игроков в защите. Ой, Михайлов. Браво, Максик. Снова сохраняем. Еще подстраховал Михайлов. И сам же. Жалко, не успел отбежать хотя бы шаг назад. Без прыжка практически прыгал. Без разбега прыгал. Не набрал мощности для удара. Жалко, очень красивый момент. Атаковал действительно фактически без голка Михайлов. Ну, кстати, второй такой долгий и красивый розыгрыш, который мы проигрываем в этой встрече. Первой партией такой эпизод был и сейчас. Ну, ничего страшного. 6-10. Хорошая доводка. Опять Макс скидывает. Но на этот раз хотя бы эта скидка проходит вчистую. На одном блоке сбрасывал у Михайлов. Никто этого не ожидал. По-моему, они чуть-чуть не в темп друг с другом. По темпу, да. По темпу они не попадают. Макс уже пришел, а мяч еще летит. Он не дотягивается для удара. То ли быстрее надо Михайлову это садиться, то ли чуть-чуть пониже. Причем ты помнишь, мы с тобой отмечали, насколько быстро Гранкель пасует Михайлов во всех доигровках. Почти прострел. Да, фактически взлет где-то за головой. Вот они играют такой. Полметра. На очень хорошей скорости. Причем мяч улетает за антенну. И Макс его просто перехватывает раньше времени. Не давая улететь. Трудный прием. Но Дебирякову придется самому решать. Отлично. Держит высоту Денис. Как только бьет по пальцам на отмышь. Очень хороший отскок всегда. 12 тачек у Дебиряков заработал для сборной России во второй партии. Пока Макс Михайлов вообще не пристрелялся так хорошо. Но мы продолжаем рисковать на подачу. Никола Ковачевич. Тоже вау. Тоже вау. Вторая подряд ошибка на подачу из сборной России. Ну неужели такой карт-бланш дает Олег нашим подающим? Что разрешает им так много ошибаться? Смотрите, подростка не стал сейчас рисковать второй раз. Он просто не ошибся. Достали. Опять Гранкин на скидке допускает ошибку. В прошлый раз помните вау. Скинул сейчас в сетку в лес. Не, не, Алексей. Здесь было, смотри, переходящий мяч. Гранкин прыгает. И потому что уже сделать ничего не может. Перебрасывает. Игра на стороне соперника была. Как мне показалось. На самом деле вот даже на повторе был. По верхнему краю трос. То есть мне может быть... Серега немножко перевозбужден, по-моему. Вот он очень старается, но немножко, может быть, чуть-чуть не контролирует ситуацию. Ему-то как раз стоило бы чуть-чуть похолоднее голову иметь. Ну, связующий, безусловно. Это самый хладнокровный и выдержанный игрок должен быть на площадке там в любой ситуации. Александр Волков. Вроде вот не сложная подача. А не доводит сербы. Ах, те, вколачивает. Браво, Тарас. Как без блока забивает 15-то очко наш капитан. Ухтеев в прошлой партии плюс 3 показателя. В атаке 50 процентов, 3 из 6, но вот еще и дополнительные, которые учитываются. Статистические элементы. Аут. Отлично. Теперь и сербы помогают. Нам невынужденная ошибка. И при счете 16-10 в пользу сборной России. Команды отправляются на второй технический тайм-аут. А вот опять попытка сыграть с крайними, но они уже вот не тянут немножко. Очень хотел бы, по крайней мере, в это верить. И надеемся, что дадут послушать Олега. Так. ПОМОЩИНСКИЙ 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 ПОМО� Но даже по количеству перерывов, которые нам показывают, озвучивают. Шли от центра, по-моему, что сумели забрать. У сербов, кстати, такой, ну не то, что уже белый флаг, но что говорит тренер. Играем очко за очком, поинта, поинта. То есть вот он, наверное, не видит в этом сете пути изменения ситуации. Он здесь просто их накручивать, как мне кажется, не очень хочет. Понятно, что преимущество сборной России очень большое, но не такое, чтобы можно было выдохнуть и расслабиться. Тут надо играть. Сербы только даем шанс зацепиться, будут биться за каждый мяч и достанут. Мы видели это в первой партии. Там было тоже 5 очков. Собственно, сейчас 5 очков преимущество нашей команды. Да, но к второму техническому было 3 мяча уже. Так что чуть-чуть наши постабильнее держат игру в этом сете. Опять Макс не атакует, а скидывает. Скидка не проходит. А сербы доигровки забивают. 12-16. И вот важный, очень важный момент. Олег нам выпускает Александр Бучко. Второго связующего вместо Гранкина, который никак мы уже весь сет отмечаем, да и в прошлой партии. Никак не загрузит нашего главного бомбардира. Александр Бучко. Помните, в финале мировой лиги с бразильцами он вышел. И наши выиграли. Блок. Отлично. Отлично. Александр вышел и сразу нахлобучил. По-моему, Бучко первый раз выходит. Мы с тобой всегда отмечали, кто у нас единственный, кто не появлялся. Это Бучко. Даже иных, по-моему, появлялся. Не припомню появление Бучкова на этом чемпионате. Но вот сейчас Александр вышел и сразу очков заработал. Да, совершенно точно. Вот я все протоколы посмотрел. И еще один блок сборной России. Хтей Мусырский. Мы, в принципе, весь чемпионат говорили, как здорово добавил Гранкин. Особенно имея такого классного конкурента на место в составе, как Александр Бучко. Но, представляете, насколько сложнее было Саше. Он, да, он понимает, что он тоже хорош, что он тоже силен, играет здорово. Что он так помог команде в мировой лиге. Но все равно он в запасе. И он вынужден быть всегда готовым, всегда на взводе. Вот в такой момент, когда действительно чуть-чуть Сергей потерялся. Выйти и не сплоховать. Ничего особенного делать не надо. Да, вот сейчас Мусырский хорош. Атакует ваут, но с касанием блока. Это, кстати, на это... Да, мне кажется, еще и в поле попал. Ну, вряд ли. На этом повторе не видно, опять же, мне как чуть-чуть не по темпу. Просто Дима дотянулся до этого мяча. Атака в трос. 20-13. 7 мячей ведем. Вот это уже в концовке. При счете 20 это серьезное преимущество. И вряд ли сербы смогут что-то сделать. Но игра продолжается, пока Калакович взял тайм-аут. Сейчас нам не показали наш тайм-аут. А там такая идет нормальная, рабочая разборка ситуации. И, соответственно, вот что сейчас нужно. То, что мы видели в коронах варах. Олег успокоился и помогает игрокам. Конкретно по этому моменту, по эпизоду свое видение излагает. Соколов доставит от Мильковича. Но! Отлично! Мусырский один в один. Станковичу некуда деваться. И он приходит в его руки. Калакович повис на сетке. Пока нам дарит повтор. Да, через такие руки Дима пройти нереально. Без свистка подача. Тут же спорный показывает, естественно, арбитр. Венгерский арбитр у нас была Ковар главная сегодня. Наверное, один из самых, ну не то, что там лучших, не лучших, но самых узнаваемых арбитров, который уже не меняет свои усы много лет. И сразу мы понимаем, кто это. Ох, браво Мусырский! Не только блокирует, но и забивает. Отличнейшее взаимодействие Бучко с нашим центральным нападающим. И счет близится к неприличному. 22-13 в пользу сборной России. Вместо связки выходит Михаил Амитич. Нет, это второй связующий. 2-0-1 просто у него рост. Вот такой второй, молодой, высоченный, пасующий в сборной Сербии. Но Петковичу надо передохнуть немножко. Ну и собственно, этот сет уже не спасти. Отдать передышку. Я бы еще на месте Калаковича заменил и Мильковича, но сам думает. Мне просто кажется, что я полностью согласен, что Мильковичу можно было взменить, но уход Мильковича с площадки это равносильно такой капитуляции. Ребята, ну давайте мы сейчас всем отдадим отдохнуть, а вы там побейтесь немножко. Вот как ты думаешь, останется Будько на следующей парке? Я думаю, нет. То есть будет шестер? Я думаю, Гранкин начнет, да. Не думаю, что Олег не будет рисковать. Ну хорошо, он сейчас передернул игру только из-за того, что Гранкин не встречается с Михайловым, но не более того. Сергей отлично пассовет сейчас. И нужно бы к этому большому отрыву мы пришли вместе с Гранкиным, поэтому здесь чисто так вот тактические, скорее, замена была тактическая. Ну и очень здорово, не выйдя в стартовом, но вернулся в игру. Денис Дмитрий Мусырский, сколько он заблокировал, сейчас посмотрим, как-то принесут там статистику этого сета, но огромный вклад сделал в эту победу, который пока не достигнулся. Еще два мяча, их нужно забить. Ну, в общем, мы с вами понимаем, что это дело, в принципе, пару минут. Еще раз Бирюков не забивает. Ковачевич накатывает. Это, в принципе, его игра. Скидки, накаты, техничный удар. Еще раз Ковачевич. Аут. Хорошая разница, уверенный отрыв. По игре, на самом деле, еще есть какие-то вопросы, но у меня такое ощущение, что сербы, опять же, прыгнули выше головы, выше своих возможностей в первом сете, уступая пять мячей, спасти партию. И сейчас у них какой-то определенный спад. Вот надо не пропустить их самбейт, их возвращение к игре в следующей партии. Сейчас-то этот сет мы возьмем. И все начнется заново с нуля. Ну вот, и Ковачевич покинул площадку. На его место вышел шестой номер. Мила Штержич на подачу. Вышел и ошибся. 1-1 сборная России сравняла счет во втором полуфинальном матче на чемпионате Европы по волейболу 2011 года в Вене. И нас ждут как минимум еще две интереснейшие партии. А, возможно, и все пять сетов мы в итоге сыграем. Возвращаясь к первому матчу. Виталия с Польшей. Вот как ты думаешь, с кем бы нам удобнее было играть? Ну, неважно, как закончится, соответственно, этот поединок. Итальянцы или поляки? Кто нам ближе и удобнее? Вот точно не взялся бы сейчас сказать, кто было бы удобнее. Наверное, все-таки, я думаю, Польша. Все-таки поудобнее. Как более знакомая? Как более просчитанная, что ли. То есть у итальянцев заиграть может любой. А вся игра сборной Польши строится на одном игроке. На Кураке и из-под него. Это то же самое, что сейчас Сербия. Поэтому там и разобрать игроков как-то попроще. И знаем мы их. И в клубах мы против них играем. Я имею в виду, конечно, против Гиллсатовской в Крыму в основном. То есть все игроки-то знакомы. И стиль команды знаком. Мне кажется, что все-таки Польша. То есть италья сегодня достойно выиграла. Да, по делу. 100%. 100%. Итальянцы переграли. Они играли чище. Они играли командой. У них играли все. А по сути у поляков не сыграл никто. А никто не сыграл из-за потери Курака. Поэтому поляки ломки. Вот, по крайней мере, в этом сравнении с итальянцами. Ломки, опять-таки, на уровне таких же равных, сильных команд. Не то, чтобы они там выйдут, сейчас кому-то проиграют. Нет. Опять, слабая позиция диагонали. Диагонально при отсутствии Мариуша Влазла. Ярош. Ну, мне не очень лично нравится. Огрушку посадили на скамейку запасных. Ну, тоже какие-то причины для этого есть. Хотя, вот сегодня я о Грушке как раз спрашивал. Он говорит, ну, говорит, Ярош неплохой, неплохо играет. Здорово, говорит, выступает. Сегодня-то как раз Ярош по проценту был лучшим. Да, да, да. Сегодня как раз он сыграл. Если четвертьфинал вспомнить, он там вообще никак не выглядел. А все, спас курок. Ну, в принципе, и кубик. Сегодня, да. Но, а как ты оценишь итальянцев? Вот этот Михаил Маска, который при не особенно выдающихся способностях такой матч сегодня показался. Ну, во-первых, давайте опять. Все же идет откуда? Из внутреннего чемпионата. Вот у нас есть сильный, очень сильный сейчас чемпионат. Возможно, самый сильный в мире. И, соответственно, наши игроки привыкли к напряженным встречам. И т.д., и т.п. Это очень важно. Они с этим багажом приходят в сборную. То же самое итальянцы. Пусть у них сейчас, может быть, чуть послабее чемпионат, но у них равная борьба постоянно идет. И они то же самое. Они привыкли играть в тяжелых условиях. Они привыкли играть на больше и меньше. Они привыкли к вариативности. То есть у них просто там какими-то физическими данными не забить никого. У них примерно все одинаковые игроки. У них нет там 2.15, 2.17, 2.10. Поэтому они вынуждены искать какие-то другие варианты. Поэтому Ласка и компания, что называется, они очень хорошо организованы командой. Очень технически оснащенные игроки в индивидуальном своем арсенале. Поэтому, конечно, они предпочтительно смотрели сегодня на голову. Ну, а мы возвращаемся на площадку, на третий сет. И, несмотря на наше предположение, остался Бучко пасовать. Да, вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Я был уверен, что... Ну, я, собственно, и сказал, что на площадке боится Гранкер. Потому что одно дело выйти в какой-то ситуации. Особенно сейчас опять давайте посмотрим. Бучко вышел плюс 6 в нашу пользу было, да? То есть достаточно комфортное условие, чтобы первым темпом заиграть и т.д. и т.п. Ну, я говорю, Бучко, он ничуть не слабее Гранкина. Это понятно. Но и многоточие после «но». Будем надеяться, что у него сегодня хороший день. Что он помнит финал мировой лиги. И сыграет не хуже. Ну, а, как обычно, споры. Может быть, на повторе мы и увидим этот мяч, а может быть и нет. В общем, такая быстрая атака. Вот, смотрим повтор. На самом деле поле. Линейный, кстати, показал поле. Но главный принял решение, что это аут. Ну, это его, как бы, епархия. Ну, а пока у нас идет начало третьего сета. Вернемся к статистике сыгранного второго. Сборная Сербии. Прием позитивный 55, доводка 40. Сборная России позитивный 54, доводка 23%. Опять, отмечаю, очень мало доводим. На два плюса, так называемых, идеальная доводка у нас очень слабая. Соответственно, сразу обращаем внимание на атаку наших центральных. Волков атаковал три раза, один раз забил 33%. И Дмитрий Мусырский атаковал два раза, два забил 100%. На блоке наш выиграет. Вот, посмотрите, кстати, эпизод. Очко отдали Сербам, потому что мяч еще в игре, а Денис Буряков уже перешел на пусков. Если бы в площадку попал мяч, то очко было бы нашим. Возвращаясь к статистике. Действительно, сборная России полностью переграла на блоке. Пять чехлов мы поставили Сербам. Они ни одного нам не поставили. А лучшим по количеству набранных очков в составе сборной России. Знаете, кто был? А никого не было. Бирюков, Мусырский, Михайлов и Волков одинаково набрали по три очка. Очень, очень равно все сыграли. А у Сербии во второй партии отличился Милькович. Семь набранных очков и потрясающая эффективность. А так, семь из девяти он забил, 78%. Красиво под Расканин сейчас обвел Волкова. Волкова действительно здорово сыграл. Вот, посмотрите, Волков, в принципе, поднимается в том же темпе. Но Марка обводит этот блок. И 3-2 в пользу Сербии. Они вернулись тоже, естественно, к основному своему составу. Игровщики первый Ковачевич и десятый Никич. Связка пятый Влад Петкович. Первый темп седьмой Станкович и восемнадцатый под Расканин. Милькович, главный бомбардир, капитан номер 14. Сейчас Макс Волков, ну, Макс Михайлов, Макс приложился, но в блок попал. Берегут Макса. А вот подстраховать сейчас никто не готов был, кстати. Если мяч упал в площадку, не спас либо. Берегут Макса. Берегут Макса. Берегут Макса. Берегут Макса. Нашим ребятам сейчас очень важно не играть по накату со второй партией. Я имею в виду играть без ощущения, что мы витем в счете, а биться за каждый очко. Потому что сейчас новый сет, новая игра, новая партия. Наконец-то Михайлов приложился, так как ему удобно. На одном блоке красиво, полная мощь. Александр Волков. Ой-ой-ой. Несильная подача, но сербы разбежались на приеме. Там кто нас? Не я, ну, не Кичиковач, ведь, конечно, стояли. Вот они друг другу уступили. Посмотрели, да, принимает виды, нет, лучше ты. И в стороны ушли. Отлично. Мусырский накрывает Станковича. Помните, в прошлом сете было что-то подобное, только отскок был на нашей стороне. Теперь все четко. Волков продолжает свою серию, и мы уже вышли вперед. Нет доводки очередной раз. Тройной блок. Никич проходит на тройной блоке. Сейчас посмотрим повтор через Будько, кажется, он атаковал. Ну, что и логично, в данной тройке блокирующих Александр самый невысокий, но при этом обладает отличным блоком, что он нам уже продемонстрировал сразу, как только появился на площадке. Браво, Мусырский. Диман так мощно атакует, что даже когда попадает в руки блокирующих, отскок, если есть, то далеко он улетает на трибуну или в аут. Смягчили Станковича. Хтей. Отлично, Тарас. Вот как же он забивает. Чуть раньше он пришел сейчас под мяч, чуть раньше поднялся, и в итоге вынужден был так зависнуть, и на опускании по диагонали через Станковича. Браво, Тарас. 8-5 снова в нашу пользу технический тайм-аут. Попробуем послушать. Опять дают нам сербский перерыв. Ну, видите, Калакревич общается со своим связующим. Какое-то начинается такое недовольство друг к другу. Вот Никич говорит, что ему не можно там как-то нападать. Претензии и связки он высказывает. Будьков вводит мяч в игру. Вот это очень неудачная попытка подключить Кавачевича с шестой зоны. И, увы, у нас касание сетки. Да, у нас касание сетки. Да, обидно. В принципе, сейчас, мне кажется, надо держать подачу. Сербы сами начинают ошибаться. Действительно, неправильное решение принимает и связка. Ну, тут площадка кончилась. А Петкович все бежит. Хтей. Нужно подержать немножко подачу. Отлично! Браво, Тарас. И в нападении отличился. И на подаче вышибает их. Красавец, ничего не скажешь. Еще одна хорошая подача. Здорово. Сам же Тарас достает. Спасти надо. Ну, куда же, ребята, вдвоем, господи. Друг другу помешали еще и чуть судейский столик. В смысле, могли получить травму и сами. Мусерский побежал в Кучко. Поблагодарил, в принципе, за старания Олег на обоих. Но... А, это Макс Михайлов. Он не видел. Здесь надо просто с голосом было, конечно, играть. Там мальчика, подавальщика. Они кричали. Они кричали оба я. Чуть не затоптали. Но обошлось без жертв. Хорошая защита сербов. Соколов. Ну, в одиночку бросили сейчас Берехову против Ивана Мельковича. Два очка осталось от разрыва. Нужно сняться и тут уже перевалить второй десяток. Ихайлов получил передачу за спину. Да. 9-10. Не пора ли разминаться Гранкину? Я вот как раз его посмотрел и Сергей стоит разминает. Пока только тайм-аут берет Олега. Сейчас точно нам должны его дать подслушать. Давайте попробуем. Внимание, отдай ему ближе. Он чуть ближе к сетке. Внимательно. Все, съемки сразу сделали. Эй. Подача сильная. Снаг выдевай. Парни. Снаг выдевай. Парни нападать. Ну и ребята сами уже между собой говорят, что сейчас подачу это надо снимать. Очень сложно летит мяч. Станкович расподавался. Есть доводочка и Мусырский. Ну тут да, при хорошей доводке не знаешь, кому дать передачу по сумме Мусырскому. Там все равно с его высоты можно... Там его не достать. Просто будет забивать поверх болта, блока, в обводку рук и так далее. Главное, чтобы была доводка, которой пока, к сожалению, нет. А сейчас был просто переброшенный мяч. Получилась подачка у Удима Мусырского. Скидку поднять. И спокойно Михайлову. Может быть не очень удобно. Да, правильно подстраховали. Бирюков. Подстраховать. Сам себя подстраховал Михайлов. Ну что ж, никак мы не доведем до такого решающего удара. Ну вот, спокойно. Волков. И его подняли. И опять долгий, красивый розыгрыш. И опять мы его проигрываем. Ну вот, стоило ли сейчас Волкову так полную силу с подрастанием подниматься? Ну опять, это хорошо так по вскоре смотреть и разбирать. На которых все сразу постановилось видно и понятно. На чужую сторону приняли мяч, к сожалению. Милькович. Сравнял счет, и опять сербы такой кураж поймали. За счет этого рывка. Ну и трибуна, конечно, поддерживают. Сербов очень прилично. Пока самый тяжелый матч для нашей команды на этом чемпионате. Если вспомнить болгар, то их, может сказать, сломали на втором сете. Дальше уже борьбы с такой не было. Сербов более гибкий характер. Отлично, отлично, Михайлов. Ой-ой-ой, Ковачевич уткнулся в наш блок. Браво, ребятки. Очень-очень нужное очко сейчас заработала сборная России. Так охладили они этот пыл сербов. Вот был момент, когда сербы сами уже немножко ошибались. И во время тайм-аута там шел разговор, да, как бы вот недовольство связки. Вот чуть-чуть бы тогда подачу подержать. Сейчас команда снова вышла на нормальный рабочий уровень. Сейчас нам будет сложнее. Ну вот, наконец, Макс. Престящий Волк. Читвейт под Расканино. Самое грозное наше оружие. Самое страшное, которое все силы у соперника отбирает. Ты вроде бы делаешь все как надо, а бессилен. Вот сейчас может было и Микки очень зачатилить, но он на какую-то долю секунды не успел подойти Волкас. Смотрите, хороший блок. Не сомкнулись. Ребята остался... Между руками остался зазор. Первый блок нашим. Первый блок за два сета, по-моему. В прошлом не было ни одного, да в этом вроде тоже не было. Субтитры под Расканино. Не сложно. И Тарас к Ти опять по диагонали. Мощно, уверенно, надежно. Ну, Будько сразу его снова заиграл, чтобы не остался на перерыв этот неприятный осадок после проигранного мяча. Ну, может быть, сейчас дадут послушать тренеров наших. Ближний, с последнего шага, только на высоте. Давай, давай, давай. На высоте. Ну, сейчас рабочий счет. К сожалению, отрыва нет, как это было в прошлой партии 16-10. Сейчас минимальная практически разница 14-16. Упорная будет концовка. Будьте, пожалуйста, на высоте. Подписывайтесь на нашу счет. Наконец-то в зале заиграла и русская музыка «Калинка-Малинка». Александр Волков вышибает Никича. И Никич атакует по пальцам наших блокирующих на тройном блоке. Ну, индивидуальное мастерство здесь, что скажешь. Очень хорошая атака. Макс Михайлов забивает. Ну, поувереннее сейчас стал нападать Михайлов, но при этом помедленнее, я бы так сказал, вот визуально. Мне кажется, ему Олег на об этом и говорил, чтобы он чуть-чуть сделал акцент и поправку. Поправку на... Не так быстро шел на мяч, да. Аут. Сейчас у нас с Блоком там были некоторые разногласия, но, может быть, это даже и помогло. Потому что Никич обычно ищет руки блокирующие. Восемнадцать-пятнадцать. Хорошая подача Будько. Снова Никич и ему прям на сетку еще мяч летит. Куда уж тут атаковать. Да что ж мы никак не выиграем. Вот, наконец-то, доигровка. Ну, не такая длинная, как была, красивая. По три-четыре атаки с каждой стороны, но все равно. Не дали забить Никичу. Дальше скидывал Милькович. И мы все-таки дожали. Девятнадцать-пятнадцать. Снова тайм-аут сирской команды. Польские болельщики, по-моему, присоединились к сербам. Болеют против наших. Вот этот барабан, он был только у поляков. И вот пытаюсь разглядеть, что там за нашими спинами происходит. И вижу, что это именно поляк стучит колодушкой. Ну, поляки все время не хотели играть с нами. Мы, в принципе, и не против этого сценария. Пусть играют с сербами в завтрашний день. Нас все устроит в этой ситуации. Ой-ой-ой. Отлично. Михайлов, Мусырский, никого-нибудь, а Милькович наглухо перекрыли. Да, четко в руки Михайлов сейчас приходит. Атака Ивана. По прозвищу Грозный. И спокойно держит подачу Бучко. Пускай выдумывают сербы, пускай они тут что-то изобретают. У них вариантов не так много. Ну, второй раз все-таки Милькович отыгрался. Милькович отыгрался. Сейчас у Никича. Ну, Макс уже разыгрался. Его уже невозможно остановить. Главное сейчас нам держать подачу. Спокойненько так. Может быть даже не особенно рисковать. Просто не ошибаться. Пять очков. Ведем. 21-16. Тарас Ктей вот такое решение и принимает. Чуть-чуть руки не довернул Мусырский. Все было в его руках. Вот на самом деле, посмотрите. Передачу вынужден Петкович просто откинуть. Пришли блокирующие вовремя. У сербов выходит Милан Рашич на подачу месту Станковича у нас. Прием Евгений Сиважелец вместо Ктея. Ненормально принял, в принципе. Так, по блоку. Блок сдал Максима. Отследили сейчас Михайлова. Смотрит повтор. Видно, что первого темпа не будет. Двойной блок приходит. Это еще и Макс по линии пытался пройти, а там она была перекрыта. И еще раз Михайлов на этот раз в площадку. Вот снова у нас небольшой задел. Есть 22-18. Волк выходит вперед. Саша может, в принципе, с любой передачи открутить. Только бы Будько рискнул. Тут как раз Гранкин был лучше, может быть, с Волковым сыгрались. Но пока, наверное, к Будько претензий нет. Абсолютно. Абсолютно. Его Олег надержит на площадке. Следующим словом. Дмитрий Мусырский рискнул. Не попал. Сейчас сниматься сразу. По рукам играет Михайлов. Самый надежный и самый простой вариант. Выбрал Александр Будько. Нужно еще два очка в этом сете заработать. И опять от рук наших блокирующих откручивается Ковачевич. И его тут же меняют от Иржича. Видели уже не раз эту замену. На подачу выходит этот игрок. 20-23. Сейчас нужно сразу сниматься ребятам. Хорошая у нас линия. Волков, Бирюков и Волков. Отлично, Саша. Молодец. Ну и блестящая передача Будько. К передней линии. Возвращается на переднюю линию. На свое место. Север-желез отработал как надо. Подрасканин. Вместе с руками Волкова. Вместе все-таки на нашу сторону он переводит. Но вот опять, видите, такой далекий пас. Саша тянулся. Не достал. У нас еще три сетбола. И подрасканин будет подавать. Наверняка рисковать, да. Недоводка с высокой передачи хтей. Еще одна. Еще одна доигровка. Цепляются сербы. Да. Честно говоря, я не уверен, что правильное решение было в пайп подключить. Бирюкова. Ну, забивает Михайлов. Ну, дай ему. Денис и принимал, и тут летел. Не особенно успевал на эту передачу. Еще 20 бола. Сейчас, наверное, не стоит искать от добра добра. Есть хороший проверенный вариант. Просто принять и отдать мяч Михайлову. Тайм-аут просил, чтобы чуть-чуть охладить страсти. Слушаем. Хороший прием в любой. Все, что хочешь, можно сделать. Сейчас первый скотиндрюк. Контроль, плеча, внимание. Пошли, парни. Давай, давай, давай. Как раз нет никакой установки и кому-то отдавать конкретно. Делай, что хочешь. Просто чуть-чуть вот успокоиться, стабилизировать прием. 24-22. Ну, опять же, подростками, может быть, после перерыва не сумеет так сильно, как валить на подачу. Опять выбитый стрелки у метра пасует. Бузько и Тарас Хтей наконец-то ставят точку. В третьем сете 25-22. Вот самый-самый надежный игрок. Это, наверное, Тарас Хтей сейчас у нашей команды. Все, что нужно, вовремя. Четко, уверенно он забивает. Браво сборной России. 2-1. Мы ведем в матче, во втором полуфинальном матче сегодняшнего дня. И пока что все очень так неплохо у нашей команды получается. Несмотря на сумасшедшую поддержку сборной Сербии, наши ребята не ломаются. Вот в атаках Тея. И я хочу сказать, что это время для того, чтобы у нас было время, чтобы у нас было время, чтобы у нас было время. До встречи с Рояль Пулац. Продолжение следует... 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 что было на мировой лиге, то есть сейчас Будько вышел и дал с меньшей скоростью, с меньшей резкостью остроту качество для Михайлова. Да, спокойно и надежно. Спокойно и надежно, да, то есть не ускоряя игру, не стараясь искать разрыв за счет ускорения передачи, ничего такого, в принципе просто качество. Серега, конечно, очень гораздо более вариативно и быстро вел игру, но опять вот в данной ситуации для Михайлова это было неудобно. Ох, какой спасают мяч сербы. Сейчас очень важно, ребята, добивать надо, чтобы не разыгрывать сербов. Бирюков, браво, Денис, ну наконец-то. С оттяжечкой красиво, долго летел. А то мы все такие долгие и важные розыгрыши проигрывали. Вот сейчас надо было добивать до пола, что наша команда блестяще сделала. Забыли Мельковича. Он сейчас из первой зоны атаковал задние линии. Можно сказать, любимая зона для него. Ну и опять прием на ту сторону. Ну, выигрывают сербы эту доигровку. 5-2 повели они в начале партии. Такого еще не было сценария. Да. Серьезные преимущества сейчас в начале четвертой партии у сербов. Опять трибуны завелись. Давайте посмотрим на статистику прошедшего сета. Итак, прием у сербов 45 и 36. Идеальные доводки. У сборной России 43 и 24 процента. Ну, в общем-то, статистика наша на приеме от партии к партии не меняется. В нападении 48 процентов атака и 57 процентов у сборной России. В нападении переиграли. Четыре блока поставили россияне, три сербы. Здесь тоже минимальное пусть, но преимущество. Два эйса мы положили на площадку сербов. Самый лучший, самый результативный игрок в составе сборной России Максим Михайлов. У нас 8 забитых мячей в атаке 58 процентов эффективности, а у сборной Сербии Иван Минькович 6 очков набранных и 67 процентов эффективности его атак. Но у нас самый стабильный по-прежнему Ктей. 5 из 7 он забил. И 6 очков. Солидный вклад. Победу в третьем сете. Но теперь нужно догонять сербу в четвертой партии. Минус 2. Подрасканин рискует на подаче. Видимо установка с самого начала. Риск и 2 подарка наш принимающим уже сделали. Ну вот собственно эти два очка, которые мы уступали только что. Ещё один подарок. Немынужденная ошибка. Подача, кстати, в прошлой партии было 3 ошибки. Немоговато. Ну-ну-ну. Отлично. Всё-таки ваут отлетает мяч после атаки Михайлова из четвертой зоны. Да, я так испугался, что он летит и никто за ним не бежит. С нашей точки непонятно было. В какую часть корта или же за. Отходит. Ктей перешёл на планер. Ох, пайп. Достали. Отлично, ребята. Ох, пайп. Окей, внимательно с этим. Сейчас он настроится на приёме. Нужно достать эти два очка. За счёт блок защиты. Внимание. Ох, пайп. Субтитры подогнал «Симон» 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 Так немного между руками Александр Будьков. Вот этот момент провалился мяч. Жалко. Издевательский сейчас Волков. Разобрался с сербской шестеркой. Такой стычок. Смотрите на повторе. Макс хочет очень в подаче затруднить или сразу выиграть. Но очень хорошо подал. И вот ответ связующего в сборной Сербии провалились руки сейчас у Петковича. Точно так же при выполнении передачи за голову. И ему свистят передачу. Двойное касание. Одно очко проигрываем. 9-10. Великолепная снова подача. Мяч был за хотя бы флаговой, показал площадку. Но вот смотрите, Белла Хоббар очень четко фиксирует то, что мяч за пределы поля уходит. Белла Хоббар, арбитр из Генгрид, четко фиксирует попадание в аут, берет на себя ответственность за принятие этого решения, несмотря на решение бокового арбитра. Мы в повторе видели, что действительно был аут. К сожалению, теперь тоже аут. Сербия снова ведут один мяч. Давненько у нас в центре не атаковали. Милькович в аут. Сейчас такая перестрелка идет при абсолютно равном счете. 11-11. Ошибки с обеих сторон. Более-менее съем так держит надежно команда. Но вот опять очередная ошибка на подаче. Есть доводочка. И Михаил. Мне кажется, Михаил сейчас нападает, но чуть ли не больше, чем вся команда один. Вот я, честно говоря, опять же отмечаю, что центры давно не атаковали. И, наверное, что-то пора бы это тоже сделать. Сейчас блок сразу идет на Михаила, можно сказать. Прием не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж такое, ребята? Если не блокировать, то надо же всю площадку закрывать. Как не побоялся Никыч в этой ситуации. С четвертого метра действительно атаковал издалека. И попадает в самый угол пятой зоны. Не получается атаку Хтея. Ну, Мусырский. И еще раз Хтея. Со второй попытки надежно. Ну, я очень хочу верить, что Будько намеренно сейчас приберегает центральных, чтобы выстрелить где-то чуть позже. Но, ребята, в холостую проходят переднюю линию, а не получают передать. Немножко однообразно сейчас Будько заиграл. Нужно какие-то свежие решения. Счет равный. А вот сербы первым темпом играют. Станкович. На Мусырском. Ну, вот Дима не поверил, что будет ему передача. Так полную силу не поднимался. Даже руки не пытался занести на сторону соперника. Четверкин. Края у нас вся вся атака через края сейчас идет. Действительно, уже надо немножечко поострее играть. Счет, конечно, равный. Все хорошо. Но, смотрите, какая интересная замена. Дмитрий Линых появляется на площадке вместо Бирюкова на передней линии. Ну, видимо, Бирюков уже немножко подсел. Ох, здорово отследил Михаила этот пайп. Здорово, Соколов. В те шестой зоны. Ау. Рискует Ковачевич. Ну, и наконец-то. Ну, и наконец-то. Ну, и наконец-то. Ну, и наконец-то. Центр. Нет, опять пайп. Рискует Ковачевича. 15-15. Тарас там поправляет наколенники. Ковачевича, тоже уже прилично наелся. И тут же замена. Вместо Тарасов, Тея и Евгений Севажелец. У нас два доигровщика. Активные замены, какие сейчас четвертой партии у нас идут. И такие нестандартные. На самом деле, при равном счете сейчас Севажелец уходит на прием. Вышел Ильяных. Интересно, на самом деле. Посмотреть сейчас, как ребята справятся с такой нагрузкой. Сначала будет тайм-аут. И опять же, надеемся послушать Алекно. Соответственно, на 30 секунд замолкаем. 16-15 за них. Мы имамо кретни, как будто 2014 за них. Мораво быть сад много умудри у ситуацийама, когда треба да створимо плен. Погатое на элементе сервиса. Мораво претеранно силоват. Проте су смущени. Сад имао два нова примача. Ни то лако минја тако ритам. Чудите свесни тога. Адемо, држимо промену. Кадо одземо на сервис, да будемо мало паметни. И пустите флот, деки мяйте ритам слабо. Два нова привачат. Могу четвертого сету на крену сидан и прерыв сака час. И одна лопта. И одна лопта. И одна Микайлоу макнится с антенны. Айде, айде. Сейчас, кстати, Игорь Калакович немножко по-другому проводит перерыв. Очень много каких-то полезных, видимо, замечаний. Корректировок. Это расстроены польские болельщики, которые будут играть только в матче за бронзовую медаль. 16-15 на подаче Дмитрия Муцерского. Хорошо. Ковачевич отлично достали. Сейчас очевидное, конечно, было направление, где нужно было блокировать. Передачу, видимо, так вот за спину просто отдавал Ильиных, подкидывал мяч. Наконец, заиграли первый темп, но ребята, похоже, здесь играли. Дмитрия Муцерского. Снова наш соперник выходит вперед. Ну вот, вот Волков. Хотя, опять же, не самый удобный пас. Ну хорошо, что забил хотя бы в этой ситуации. Нам ни в коем случае нельзя проваливаться. Каждое очко сейчас на вес золота, буквально. Ну уж как минимум серебра. Да, Макс Михайлов ошибается. Подача в сетку. Да, мы с подачей хотя бы в прошлом сетке мы два очка выиграли. Вот так, по сути, все в минус у нас. В общей сложности 12 потерь и два очка. На подаче статистики яхти какая-то. Капитан наш вернулся. Аут у Мильковича очень редкая ошибка. Да, атаку аут мы давно и не видели. И Игорь Калакович тут же берет тайм-аут при счете 18-19. Непрерыв, видимо, прежде всего для Мильковича, которому на самом-то деле уже прилично лет. Такую нагрузку колоссальную несет. У меня, кстати, был вот тут на днях день рождения 32. Физически он выглядит, конечно, очень прилично. Сухой, прокачанный, прыгучий. Но года есть года, а тут уже от них никуда не деться. Как не держи себя в форме. Ну вот Милькович вынужден отдавать передачу. Здорово или иных. Отлично, добивать надо Хтей. Достали сербы. Милькович на передаче. Аккуратнее вот с этим вот. Еще одна попытка. Опять Тарас. Отлично. Браво Хтей. Какая атака по линии на разорванном блоке. Очень важный мяч. И в эмоциональном плане в первую очередь. Нашел таки лазеечку. Ах, жалко. Жалко не в площадку падает мяч. Хотя в любом случае вот та доигровка родилась после спасения от Ильиных. Можем сказать, замена сработала. Подача Тержича. Ильиных остался на площадке. Вдвое у нас принимающих было. Неужели можно играть? Такое ощущение, что там мяч по животу катился. Вот смотрим на втор. Ногой. Ногой подбил мяч. Подрасканин. Милькович тут готов всегда. Сравнивается счет. Михайлов забивает 21-ое очко. Но с тем временем вернулся Денис Горяков. И состав такой же, как на старте сета. Подошел Апаликов. Готовится выйти на замену вместо связки, скорее всего. На блок. Пока эту замену держит Олег Магумен. Неплохо. Никича смягчили. Достали от Мильковича. Хтей. Аккуратно довести надо. Еще раз в тей. Тарас. Браво, Тарас. Отлично. Все делает правильно капитан сборной России. Самый надежный игрок. Не отказывайся от своих слов. 22-20. Еще один тайм-аут оказывается. Игорь Халахович приберег на эту танцовочку. Еще 30 секунд передышки. И, соответственно, попытка сбить и наших с подачи. По-прежнему ждет Апаликов с табличкой и с номером 12. Готов выйти вместо Будько на блокирование. Волков на подаче. На чужой стороне сыграл Петкович. Белла Хобар принял решение. Хотя нет, он просит подойти второго арбитра. И, соответственно, еще может посовещаться. На него возлагает, я так понимаю, надежный... Ага, спорный мяч. Спорный мяч. Может быть, рано свиснул как раз второй арбитр. Счет возвращается на 22-20. Ну, всяко бывает. Хорошо, подачка снова полетела. Ну, Мусерский, видимо, получил все-таки задание прыгнуть со своим. Прыгнуть в центре. Потому как абсолютно оставили Мильковича на одном блоке. На Тарасе Фтееве. Минимальное отрывство. И выходит высокий Михаил Митич на переднюю линию. Вторая связка команды сербской. Эту замену мы тоже видели. Игорь Калакович как может увеличивать мощность своего блока. Вот, видите, смягчили от КТИ. Аут у Мильковича. Тарас Кеймашт руками, что касаний не было. Но иногда игроки сами этого не чувствуют. Равный счет и перерыв Олегна. Попробуем послушать. Здесь пятая шестая. Саша, отойди от всех. Они могут на знак прийти. Все, все, все. Все, все. Владимир Иванович успел сказать все до того момента, когда подошла камера к кучке игроков сборной России. 22-22 в четвертом сете. Полуфинал чемпионата Европы. У сербов еще одна замена. Выходит свеженький Милан Рашич на подачу вместо Подрасканина. Да, наверное, этот самый упорный. Тут не было больших отрывов ни у наших, ни у сербов. Михайлов. Вот давно мы его не видели, да? Бучко сместил акцент в четвертую зону, где сейчас Тарас Ктей. Тот пробил раз, другой. На третий поймали. На четвертый смягчили. Вот Максим Михайлов. Сейчас у нас великолепная передняя линия. Тей Мусерский и Михайлов. Связка сзади. Самое мощное блокирование. Только подать. Ненужная, ненужная. Это ошибка. Свой брак. В этом показателе мы, наверное, лидеры по всем сборным. Очень много отдарим мячей. Потом вынуждены в борьбе выигрывать очки. Ну что ж, концовочка пошла. Милькович. Блокал после его атаки сетбол у сербов. Наша была атака, но смягчили. Ну а Милькович, конечно, в этих ситуациях настоящий король. Милькович, Милькович, Милькович. Хтей. Сравниваем счет. Качели продолжаются. Ну вот нормально так вести мяч в игру. Не потерять. Подстраховать. Бирюков чуть-чуть отдохнул. Свеженький. Матч-болл у России. 25-24. Ну давайте, ребятки, чуть-чуть, чуть-чуть. Опять же, Ктей сейчас будет подавать. У нас по-прежнему связка сзади. Три нападающих на передние линии. Хороший блок. Выбитый прием. Ну, Мильковича можно втроем закрывать. Находит он там лазейку в нашем чистоколе. Мусерский и Михайлов чуть-чуть оставили какую-то крошечную щелочку. Сейчас-таки просочился Милькович. Наша атака. А вот тут прочитали. Прочитали комбинацию на Михайлова. Не так быстро, как обычно пасует Гранкин. Не успел на разрыв. Садил прямо в блок Максим. Сад был усердно. Ну, спасибо за подарок. По 26 счет Дима Мусерский. Рискует и Мимон. Очень много мячей теряет Дима. Никак с подачей не разберется. К сожалению, к огромному. Снова зад был усердно. Станкович. Ну, спокойно этот планер принять. И сейчас касание. Арбитры нашли. Да, и под Расканин поднимает руку. Действительно. Задел мяч после атаки. Дениса Бирюкова. Ох, подачка. Ну, наконец-то Волков. Тараскей. Еще одна. Спокойно разыграйте. Спокойно. Не надо торопиться. Вот. Еще один мяч. Наш мяч. Ну, ребят, ну что ж такое, а? Ох, спасибо. Спасибо сейчас Никичу. Он нас, можно сказать, отпустил. Вот посмотрите, как спокойно и четко разыгрывают. Разыгрывают мяч сербов до игрок. Нет. Действительно сейчас была ута, блока, но... Слушай, я вспомнил финал чемпионата Европы в Москве. Матчбол у России. На таймбрейке переходящий мяч после подачи Полтавского. И Кулешов не обработал. Мы не смогли организовать атаку. Сейчас точно такая же ситуация. Волков не довел мяч до связки, чтобы мы могли хоть что-то сделать в атаке. Понятно, что сейчас все на Мильковича. Милькович не долетал до этой передачи. Он на задней линии. А кидали ему, конечно, где-то на второй метр. Может, даже на первый. Как смог, так и атаковал. Вот Либера подкинул. Нет, не попал. 29-28. И снова равный счет. Скорнейший сет, который перевалит уже за три десятка очков. Никола Ковачевич. Тридцатый мяч нам отдает. Волков на подачу. Риск. Разорванный блок и атака Милошиникича. Да, тут фору просто уже за валидолом идти. Тайм-аут у Олега. Олега, в принципе, ничего и не сказал. Просто пауза. Просто, чтобы чуть-чуть перевести дух. Чтобы, на самом деле, вот по такой игре на кураже сербы повыше, наверное, будут. Нам нужно чуть более комфортное, спокойное условие, чтобы доказать свое превосходство. И вот сейчас лишний адреналин, я надеюсь, вышел. Подроскание. При счете 30-30. Мячик в игру вводит. У сербов больше перерывов нету. Но Маша, по-моему, еще один остался. Центр. Нет! Ну, вроде, самый надежный вариант. Вроде и прием приличный. Не прошла атака у Мусарского. Станкович его. Айм-аут. Вот мало, мало заигрывал Бучко центры в этом сете. Да у него такая более спокойная, может быть, манера. Ну что, теперь снова край. Но Тараса готовы двое. Оставляем мяч в игре. Снова Ктей. Похоже, Николай Ковачевич дарит нам продолжение в этом сете. Смотрите. Смотрите, Ктей. Не факт, что он попал по рукам блока. Ковачевич был уверен, что попал. И решил перестраховаться. Ну, спасибо ему. За это не бывает безошибочных игр. Ни у одного человека. Еще один сетбол у Сербов. А вот сейчас Саут. И сербы добиваются права играть тайбрейк. 33-31. Один такой затяжной сет с французами они выиграли. 32-30. Вот еще один. У наших было... Три матчбола. Не дожали. И сейчас придется чуть-чуть наиграть этот лотерейный тайбрейк. Но с какой-то стороны лотерейный. С какой-то... Какой-то... С вами виноваты. Вели 2-1. Сейчас идет жеребьевка. Что выбирают наши. Монетка упала в пользу российского капитана Тараса Хтея. Смотрим общую статистику. Преимущество на блоке, как посмотрите, значительно уменьшилось. Был 11-3 перед четвертым сетом. Точнее 11-4. И вот 11-7. То есть в... В четвертой партии наши блокирующие ни разу не поймали атаку сербов. Мы посмотрим на профессиональную, опять же, статистику. Но... Похоже, работает достаточно... Достаточно правильно, по крайней мере, сегодня. Ну что, тайбрейк ни наши, ни сербы еще на этом чемпионате не играли. Вообще не так много было с этого матчей. От первого полуфинала ждали сегодня больше интриги и... Больше продолжительности. Но Италия поляков обыграла в 3-0. Наши, конечно, самое вот что для меня обидное, что наши ребята, лидируя в первой партии 5 очков, умудрились ее проиграть в танцовке. Если бы этого не случилось, я думаю, мы тоже могли закончить с 3-0 этот матч. Сейчас вынуждены играть тайбрейк. Испытание характера, испытание силы воли. Сейчас, конечно, очень, опять же, любопытный и интересный момент, кого Олега поставит на пас. Выходит Александр Грампко. Ой, господи, вот сказал. Да, Александр Будько, конечно. Сергей Гранкин рядом с командой был. Также поучаствовал в совместном дружном плей. Но пошел в квадрате для запасных. Да, вы уж простите, я тоже тут волнуюсь. Трижды мы имели шанс выиграть матч. Но теперь все надо начинать с нуля. Сначала короткий сет до 15 очков. Полфинал Чеканаты Европы. Италия ждет победителя этого матча, чтобы разыграть завтра золото. Поляки ждут соперников по поединку за бронзу. Россия и Сербия продолжают выяснять отношения. Два часа уже. 2.08, если верить моим часам на площадке. Команды. Первая подача нашего ваута. Дима Мусерский никак не может пристреляться. Подача на этом Чеканате вообще не летит. Ну что ж такое, ну вот это наш мяч. Этот переходящий Волков, ну 10 из 10 забивает на тренировках. 9 из 10 в матчах. И надо же так на тайбрейке ему не фартит. Смотрите, в трос попал. Выбитый прием. Тарас Семен, ну, наверное, чуть-чуть нестандартно сыграл. И следует замена связки. Вот сейчас Будько, честно говоря, при этом в выгодном приеме он еще и не побежал. Гранкин вернулся. На площадку у нас стартовый состав, какой и начинает обычно все матчи. Но вот сегодня у нас необычно. В середине первого сета влился. Играть! Падал сзади мяч. Можно было среагировать. Ну, давай, Сергей Гранко, направдывай доверие тренера. Ты действительно великолепно провел сезон. И этот матч станет, наверное, вершиной. Хотя, может быть, и не станет. Может быть, и завтрашний матч станет вершиной. Очень хотелось бы именно этого. Два года назад полуфинал Чемпионата Европы. Наши уступали французам 0-2. Но догнали. И вели. 13-9 в пятом сете. Послушаем Олег. Четкое указание закрыть в контратаке линии. Забыли, может быть, наш немножко этот банк. Ну, а тут эмоциональная подкачка от Мильковича. Волков вынужден принимать. Бирюков пробивается, проходит. 24. Никич сил, может быть, уже даже нет на полноценную атаку. Но это ему и не нужно. Он король таких скидочных мячей. 5-2. Запихнул кое-как туда мяч, на ту сторону Волков. Все обидно после переходящего, после этой нелепой ошибки. А в четвертом сете в концовке помните была отличная подача Михайлова. Мяч перелетел на нашу сторону. Как-то так Волков не ожидал, что упадет на него мяч. Не довел до связки. Макс Михайлова проходит. 4-5. Михайлов в прошлом сете 7 очков и 64%. Мильковича 8. При этом 47% в атаке. На блоке Читна мы проиграли 0-5 в прошлый сет. Казалось бы, наше оружие, наша водчина. Ну, профессиональную статистику принесли 0-5. Хотя эффективность атаки примерно такая же. И даже что неожиданно, мы наладили прием. 67% доводки. Идеальный 41. Ну, у сербов, видите, они все страхуют. Ничего не падает. Страхуем и мы. Не решил Стараский рискнуть. Вот этого не хватает, может быть, в нашем характере. Сербу в такой ситуации будут бить. И они не боятся проигрывать. У нас какой-то есть комплекс. Вот Волков. А, пардон, Мусырский. 5-7. Выходил с ним Станкович, но развернул Волков. Что же я отрекутаю? Мусырский развернул удар так, что очко выиграл. Страхуют от нашего блока. Снова Милькович и закрыли его. Дважды закрыли Мильковича, но сейчас это уже ничего не значит. В начале матча это все значило. Действительно, в тот момент мы повели после успешных действий на Мильковиче 10-5. Сербский связующий переключил свое внимание на доигровщиков, которые выкатали у нас, вымучили первый сет. 25-23. А сейчас Милькович уже на пураже. Собственно, вся сербская команда на пураже. 8-6 при смене сторон. Что еще интересного из статистики прошлой партии, можно посмотреть. У нас 9 ошибок на подаче. Сербов только 6. Вот видите, мы подарили им 9 мячей, при этом они 5-0 нас переблокировали. Все это могло быть совершенно неважным. Реализуем мы хоть одну доигровку при матчболе. По крайней мере, одна точно была. И там вот наше традиционное слабое место сработало. А вот не боится. Вот посмотрите, как достают и как не боится. Никич в этой ситуации. Тараск не скидывал. Смотрите, Петкович достает. Ковачевич и Никич бьет. Ему не ставят блок. Ну, в общем, наверное, и правильно. Нет, ему ставят блок, но он его обводит. Ох, ох, ох. Сыграйте спокойно, ребята. Ну, да что ж такое, опять нету атаки у Мусырского. Опять передача ему идет за спину. Михайлов. Кору за сердце хвататься. Тайм-аут. Тайм-аут нужно брать в нашей команде. Сейчас терпские ребята как будто у наших кратут, какое-то желание борьбы, страсти. Вот насколько сейчас уходит на перерыв наши ребята на прямых ногах. Вот посмотрите на глаза, на эмоции. Ну, послушаем тайм-аут Олега. Вы слышите, какой эмоциональный заряд у сербов. Очень сложно остановить в такой ситуации. Они спаслись, уступая в первой партии 5-10. Они проиграли два следующих сета. Вымучили концовку четвертой партии. И сейчас отвечают ударом на удар. Ну, вот блок. Вот блок, наконец. 7-10. Еще раз блок наш сыграл. Куда сейчас мяч попал? Посмотрите, это уже фарт. Четко наши закрыли атаку Ковачевича, но сантиметры от лицевой. Евгений Севажелес выходит на заднюю линию вместо Хтея. Чуть-чуть помочь с приемом, дать передохнуть нашему капитану. Нормально принял. Макс выигрывает мяч. Максим Михайлов. 8-11. Мусерский на подаче. Вот, кстати, ни разу Олег не заменил его на подаче. А очень много Дима, к сожалению, ошибся. Но, может быть, сейчас получится. Опа! Какой важный момент и какой важный эйс. Ни одного очка не было у Димы сегодня с подачи. И вот сейчас прорвало. Естественно, тут же Игорь Калакович берет паузу. Перерыв. Понятно, что требует Калакович от своих игроков. Концентрация, чтобы не было второго эйса. Драматичнейший матч. Даже для незаинтересованной публики, наверное, очень интересен. Дима и вторая подача полетела. Мелькович находит руки наших блокирующих. 12-9. Не успел перенести Бирюков руки. Но самим нужно отыгрываться. Еще одна попытка. Аут. Аут, блок-аут. Смотрите, один в один кроет любимое направление даже маленький Кавачевич. С отскоком повезло. Еще одна ошибка на подаче. Тержич выходит. Он вышел, кстати, в прошлом сете на подачу в концовке. Ну, нормально, приняли. Поле. Поле Бирюков. Тей возвращается. И Дмитрий Линых вместо Бирюкова. Сразу два доигровщика у нас поменялись. И Дмитрий Линых, причем сразу на подачу. Ничего, подачка-то получилась. Аут. Ауту Никича. 12-13. Естественно, еще один перерыв берет сербский тренер. Никич и Кавачевич по четыре мяча забили в прошлом сете. Но вот это количество ошибок на подаче, которые сборной России и в Карловых Варах было и здесь, к сожалению, тоже. Но очень много. И Дмитрий Линых после перерыва подает. Аут. Сравнялся счет. Не было касания. Сработала замена Олегна, но нужно еще дожимать. Достали. Отлично. Четыре мяча проигрывали в этой партии. И матч-болк все-таки усердно. Ну, на самом деле, все равно замена сработала. Мы дотянулись до соперника. Две замены у сербов, которые мы уже видели. Выходит Милан Рашич подавать. И вторая связка Михаила Микича на усиление блока. У нас возвращается Бирюков на заднюю линию. 14-13. Первый матч-болл сербов. Макс Михайлов. Нет! Было касание. Вот полное ощущение, что касание было. Но Белла Хобар уже махнул рукой. И сербы уже радуются. Наши сейчас спорят. Спорят тренер. Спорят игроки. К сожалению, спорить поздно. В сербе с первого матч-бола выигрывает этот полуфинал. У нас было три шанса взять матч. Сейчас будет повтор. Я очень надеюсь, мы увидим. Да, мы видели ошибку Белла Хобара в первом сете в пользу наших. Ну, было касание. Ну, как же так? Ну, в такой момент. Ну, как можно не засчитать касание, когда по голове, по-моему, мяч попал? Мяч изменил направление. Посмотрите еще раз. Ну, что он по рукам не черкнул. По голове попал. По голове мячом Максим Михайлов попал Никичу. Да, в поляну не попал. Ну, где уже эти долгожданные видеоповторы, которые так хочется внедрить? Понятно, что надо было доказывать свой класс и свое превосходство по ходу матча. Понятно, что надо было выигрывать четвертый сет. Все это понятно. Но вот момент, который закончил борьбу. Мы вроде бы дотянулись до сербов и достали их, могли бороться. Это было бы 14-14. Это дальше, качели дальше. Но вот видеоповтор четко показывает ошибку арбитра. Максим не верит в это. Да, это абсолютно правильно. Он не верит. Два года назад Россия, ну, проиграла тайбрейк, действительно, проиграла его французам. Еще эти 13-9 на пятой партии. И мы, ну, в принципе, посчитали, наверное, все уже посчитали, что дело сделано. И мы, комментаторы, и волейболисты, и игроки, ну, все. Два мяча оставалось до победы для того, чтобы выйти в финал. Сегодня в Сербии была француза заруба гораздо ожесточеннее, гораздо яростнее. Два сета выиграли вчистую. Первый, ведя 10-5, упустили перевес. В четвертой партии было три матчбола. Вот, посмотрите, 26 очков Мильковича, 24 Михайлова. Две ошибки всего. Но вот эта вторая ошибка, она должна была перейти в 25-й очку Макса и продолжение борьбы. Крайние сыграли великолепно. У Серымов, крайние, которые уступают нам так много. Крайние, которые на чемпионате мира не позволили сборной России выйти в полуфинал. Мы проиграли 1-3. Итоговая статистика. Блок мы проиграли в четвертом сете, я говорил, уже 0-5. А так, характер. Характер у сербов всегда был каменный. Точнее, стальной, наверное. Догнется, но не ломается. Камень можно сломать. Камень можно сокрушить. Российская сборная такая великолепная. Такая мощная. Такая каменная. Вот оно касание. Вот мяч изменил направление. Вот еще раз этот повтор. Это потрясающий момент на матч-боле ошибки арбитра. Ну, дай спорный, если ты не уверен. Еще, еще раз. Австрийские телевизионщики крутят этот момент. И видно, что мяч изменил. Он, наверное, даже все-таки в руку попал и полетел. Полетел, чуть-чуть изменив направление. Какая несправедливость. Да, сербы заслуживали победы, но не таким образом. Да, действительно проявили характер. Выстояли против мощнейшей сборной России. Но не так должен был закончиться этот матч. Завтра в финале Италия играет в Сербии. А мы все-таки с Польшей за третье место. Поляки пытались от нас уйти. Не знаю, как после такого удара, такого обидного решения, судьи наши выйдут на завтрашний матч. Олегу вот работать. Он не автомат. Олег напытался давать ему какой-то отдых короткий. На задней линии Евгений Севажелес появлялся. Но хотелось бы больше разнообразия вот в этот момент. Ну и самая драматическая, с моей точки зрения, партия, которая была сыграна в этом матче для сборной России, это четвертая партия, когда, во-первых, в концовке мы ввели 22-20. И вроде бы уже все по игре шло к тому, что сборная России будет сильнее. Затем сербы смогли сравнять счет. Началась эта упорнейшая и тяжелейшая борьба на больше-меньше с одной и с другой стороны. И в какой-то момент, ну это уже, наверное, даже говорить об этом как-то больно. У нас был переходящий мяч, который мог стать, если бы мы его разыграли и забили, смог стать победным. И мы выиграли эту встречу с счетом 3-1. Но Александр Волков снизу его начал обрабатывать, подбил немножко от себя. Атаки не получилось. Таня, насколько опять этот момент, ну неужели нам надо тренировать, переходящие мячи разыгрывать для того, чтобы выигрывать эти партии? Что нужно делать? Это риторический вопрос, наверное. Я думаю, желание надо тренировать в первую очередь. И как бы нам не хотелось, критиковать нашу команду придется. Потому что мы много лет ничего не выигрываем. Мы ни разу не были чемпионами Европы, сборной России, я имею в виду. И я представляю, как больно сейчас болельщикам, которые были в таких ожиданиях, потому что мы здорово играли и мы умеем играть. Странность в том, что мы не можем этого показать, когда это нужно. Вот это большая проблема нашей команды. Ну а мне еще показалось, что, конечно, сегодня нашей команде все-таки не хватало подачи. Мы рисковали фактически всю игру. Это мнение со стороны. Вот мне так казалось, что мы не рисковали. Нам не хватает подачи с начала этого турнира. Просто те соперники, с которыми мы играли раньше, они нам позволяли эти ошибки исправлять. Сербы сегодня не позволили. И сразу мне вспоминается чемпионат мира. Опять вот в борьбе, опять проиграли. И, конечно, мы завтра будем бороться за бронзу. Но мне кажется, что команда Олегна приезжала сюда не за этим. И качество ее игры, которое она действительно может показывать, оно может быть выше, чем сегодня. Ну и вспомним уже под конец, наверное, нашей студии. Очень удачный, на мой взгляд, выход Бирюкова, Ильиных вместо Бирюкова в конце пятой партии. Как раз на подачу. Вот две подачи человек усложнил. И сразу мы выровнялись. 13-13 в пятой партии сделали. Но, к сожалению, проиграли. Но вот сейчас у нас, к счастью, есть интервью Максима Михайлова. И мы передаем ему слово. Макс, ну такой тяжелый момент. Большое спасибо, что все-таки подошел к нам. И как ты сейчас расскажешь про этот матч. В конце что там произошло, было много споров. Ну, в принципе, показалось, что, наверное, этот эпизод, несмотря, может быть, даже на возможную ошибку судьи, он был не самым важным в матче. Знаете, конечно, я считаю, что матч был уже практически подрешен в четвертом сете, когда мы имели столько матч-болов. Как бы там переходящий мяч, доигровку били, могли забить. И после этого непонятно, почему-то все у нас пятой партии стали вообще. Все валилось из рук, не могли ничего добить. И, в принципе, вследствие этого, конечно, не проиграли этот пятый сет. Я не знаю, почему мы опять в очередной раз упускаем такую возможность выиграть этот матч. Считаю, все в наших руках было. Сами опять его отдали. Касание все-таки было там, вот на тайбрейке? Мне показалось было, что я слышал звук. Не знаю, пусть на совести судьи остается. Результат первой партии, когда, казалось бы, ведете и все хорошо. Наверное, тоже, да, в этом смысле, что проиграли очень и очень плохо. Ну да, это опять, считаю, болезнь России. Ввели 6 очков, отдали просто, опять же, не за что, за счет своих ошибок. Разыграли их, опять же. И считаю, что, опять же, выиграть этот первый сет, могли, в принципе, заканчить игру в 3-1 или в 3-0. Уверенность было бы намного больше. И на нашей стране инициатива была бы. Но опять, увы, как бы, матч проигран, что тут уже говорится. Последний короткий вопрос. Завтра за бронзу сил и желания хватит побороться? Не знаю, но бороться всегда надо. Это спорт. Не знаю, посмотрим, хватит ли сил. Желание у нас всегда есть. Все-таки приехали сюда хоть что-нибудь выиграть. Не знаю, столько на сборах сидели. Очень обидно. Но опять в очередной раз в пятом сете проигрывает соперник. Уходит все достойно. Но все равно, ну, посмотрим, как завтра все сложится. Хватит ли сил. Спасибо тебе большое. Спасибо за этот комментарий. Ну что ж, и мы вместе с вами посмотрим, как все сложится завтра. И еще раз вернемся, конечно же, к этому печальному для нас полуфиналу. Благодарим вас за внимание. И на этом с вами прощаемся. Татьяна Грачева и Владимир Косторнов. До завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»